Я сидел на корточках около какой-то книги. Я искал новые техники, но на меня случайно упала эта книга. Меня удивило то, что на этой книге был изображен знак клана Удзумуки. Неужели действительно когда-то существовал этот клан? Может, он даже был сильным. А может он и сейчас существует? Сгорая от любопытства, я взял книгу и сел за свободный стол. Она покрылась слоем пыли, видимо её давно не читали. Я открыл первую страницу. Она была жёлтой и старой. Первое, что бросалось в глаза, картинка с руинами. Много поломанных зданий. На переднем плане были изображены колонны и на каждой колонне был знак клана Удзумуки. Я начал листать страницы. На второй был изображён наш герб. На третьей стране седой старик с протектором водоворота. Следующие три часа я читал. Оказывается, я так много не знал про собственный клан. Я всегда завидовал другим, потому что я тоже хотел знать клановые техники. Но сейчас я понял, что Удзумуки были очень сильными. Интересно, есть ли у них клановые техники? Наверняка есть. Ведь Удзумуки принадлежала целая деревня, у них даже свой протектор был. Я шёл домой. Я никогда не понимал, зачем быть в Шинобе. У меня не было цели, я лишь хотел, чтобы отец мной гордился. У меня появилась мечта. Я хочу возродить деревню скрытого водоворота. Но для этого я должен стать сильнее. На часах было лишь пять, дома я должен быть в восемь. Значит, я смогу потренироваться. Я прошёл мимо дома и направился на тренировочный полигон. Я решил начать с физической подготовки. Я начал бегать, при этом размышляя. Нужно подумать, как я буду тренироваться. Сначала я должен увеличить свой запас чакры. Ведь Удзумуки славились своей чакрой. Так, чакра состоит из физической и духовной энергии. Значит мне нужно тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться. А потом медитировать. Я закончил бегать. Ещё мне нужен контроль чакры. Возьму завтра книги с описанием тренировок в библиотеке. Я видел сегодня такие. Я начал подтягиваться на дереве. Первые сорок раз дались мне легко. Потом стало труднее. Смог подтянуться восемьдесят раз. Ладно, допустим. Что делать дальше? Решил отрабатывать тадзюцу, всегда пригодится. В Академии мы над этим не сильно заморачивались. Просто били как умели. Но нам рассказывали способы тренировки. Я подошёл к деревянному столбу. Попробовал ударить по нему. Чёрт, как больно. Я сцепил зубы и начал отрабатывать удары. Потом начал качать пресс на ветке дерева. Домой я шёл уставшим. Я никогда не тренировался много. Теперь у меня появилась цель, которая перевернёт почти весь мир. Деревня Водоворота возродится. Пусть не сейчас, пусть не сегодня. Тем временем я дошёл до дома. Меня как всегда встретила химоваря. Мы покушали и легли спать. Месяц спустя, я в очередной раз медитировал. Уже прошёл месяц, я стал сильнее. Я начал углублённо изучать разные науки. Мой объём чакры сильно увеличился. Теперь я могу создать 23 клона. Спокойно могу делать сразу по два Росингана. Мой контроль тоже стал лучше. Начал изучать медицинские дюцу. В принципе, я уже могу залечить неглубокие раны. Я встал и пошёл на полигон. Сегодня я хочу попробовать сделать чадари. Это техника, которая сочетает в себе управление формы и стихии чакры. Хоть и говорят, что Росинган и чадари равны по силе, я думаю, что чадари сильней. Я пришёл на полигон и прикидывал, с чего начать. Я где-то услышал, что господин Шестой создал эту технику, пытаясь скрестить Росинган и стихию молнии. Я создал Росинган и направил чакру молнии к руке. На Росингане начали появляться молнии. Я допустил ошибку, случайно добавил чакру ветра. Тут я увидел что... Тут я увидел, что Росинган превратился в чадари. На молнии освещали почти всю поляну и достигали вершин деревьев. Никогда не видел такое чадари. Мне стало интересно, что будет если добавить стихию воды. Добавил и грохнул побольше чакры. На моей руке начал появляться ожог. Но я не обращал внимания. Деревья вокруг меня начали высыхать, вода из деревьев начала стремиться ко мне. Около моей руки собралось много воды и она начала закручиваться, наподобие Росингана. Потом начало испаряться. Добавил чакру молния. Молния стала еще длиннее и достала до сухих деревьев. Они начали гореть. С помощью стихии ветра я усилил пламя. Теперь вокруг меня образовалось огненное кольцо. Я, опасаясь за последствий, быстро водой потушил этот пожар. Что я получил в итоге? Ожог на руке, судя по всему, чакры истощения и новую технику. Хороший результат. На следующий день я снова стоял на полигоне для тренировок. Меня интересовало то, как деревья вчера высохли. Это стихии воды? Сейчас поймем. Я начал концентрировать чакру воды в руке. Потом, с помощью стихии ветра, я попытался повторить вчерашнюю технику. Деревья начали высыхать. Таким образом, наверное, скоро нормальных полигонов не останется. Деревья высохли. Я посмотрел вокруг. С ветки высушенного дерева упала белка. Я подошел к ней и взял за хвост. Она была вся сморщенная. Я убийца. Позначит на людях тоже должно работать. Белочка, ты умерла во имя науки. Мы сидели за столом и ужинали. Сегодня был один из немногих дней, когда отец пришел домой. Мы сидели молча. Мамина еда была, как всегда, очень вкусная. Тут отец решился задать вопрос. Барута, у тебя через две недели день рождения. Что ты хочешь получить? Я был в ступоре. Отец никогда не задавал этот вопрос. Я, кстати, совсем забыл о своем дне рождения. Но не забыл о своей мечте. Мне нужна сила, для того, чтобы возродить деревню скрытого водоворота. Пап, подари мне. Свиток с техникой летящего бога грома. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом. Зачем тебе эта техника? Если ее никто не смог выучить, кроме двух человек, второго и четвертого Хакаги, почему ты думаешь, что сможешь эту технику? Неважно. Я просто хочу свиток с этой техникой. Мам, спасибо, было очень вкусно. Я отнес тарелку в раковину и поднялся в свою комнату. Если я смогу выучить технику летящего бога грома, то буду еще на шаг ближе к своей мечте. Каково было мое удивление, когда на день рождения отец мне действительно дал свиток с техникой. Честно, я не ожидал такого. День рождения был вполне обычным. Подарки мне больше никто не дарил. Просто посидели с друзьями, поели торт. Потом разошлись. Как только друзья ушли, я побежал в свою комнату и начал изучать свиток. Описание было очень непонятным, но ничего не поделаешь, придется как-нибудь разбираться. Я сидел на скамейке и пытался разобраться в свитке. Там было ничего непонятно. Ко мне подошли металл, дюнки и ваби. Привет, смесье, возвращайтесь. Ага, далеко ходили. Сопровождали какую-то старую лидию. Она так медленно ходит. И ваби был возмущен. Я положил свиток рядом с собой и жестом пригласил команду присесть. Да не, мы домой идем устали сильно. Ой, что это у тебя? Металл посмотрел на свиток, лежащий рядом со мной. Отец подарил. Техника летящего бога грома. Я не могу уже второй день разобраться. Знаешь, этот знак я видел у мамы на свитке такой круг. Он указал на странный знак в углу. Она обычно надкусывала палец, прикладывала и призывался какой-то предмет. Может это так работает? Ого. Спасибо за подсказку. Дома так попробую. Мы попрощались и разошлись. Дома я надкусил палец и приложил к странному символу. Иероглифы начали изменяться. Как только это превращение было закончено, я углубился в чтение. Все стало сразу понятно, хоть и не совсем. Появились картинки. Также, там были другие техники фуиндицу. Спустя час я понял, если не изучу печати и самой фуиндицу, никогда же мне не видать техники летящего бога грома. Благо инструкция были в свитке. Я притронулся к названию техники цепи чакры. У нее не было описания и я ждал подвоха. Добавил чакры. Описание соседней техники запечатывания свернулось, а описание цепи чакры появилось. Я ухмыльнулся. Почти как современный компьютер. Удивительно, до такого догадались уже во времена Второй Великой Войны. Только мыши не хватает, был бы полноценный компьютер. Я отвлекся. Так, техника цепи чакры. Техника клана Удзумуки. Может использоваться в двух вариантах в атакующем и лишающем движении. Стоп, клановая техника. Я так и знал. Вот ее выучу в первую очередь. Знал бы отец, какое добро он дал мне в руки. Удивительно, что еще никто не выучал эти техники. Я стоял около тренировочного столба. Я в очередной раз пытался сделать цепи из чакры. Все, что я смог сделать, была тоненькая цепь. Правда, атакует сильно. Одним ударом пробивает насквозь столбы. Но чакру забирает еще больше. Не очень удобная техника. Я от усталости опустился на колени. Дыхание было неровным, сбивчивым. Огромным наслаждением было спокойно закрыть глаза. Судя по всему, опять чакра истощения. Устал? Не было сил повернуть голову. Но я знал голос. Дядя Саски. Сенсей. Что вы тут делаете? Я просто наблюдал за твоей тренировкой. Ты много чего добился. Спасибо. Дыхание начало восстанавливаться. Я наблюдаю за твоими тренировками уже два месяца. Я понял. Он видел все мои тренировки. Все мои новые техники. Интересно, что он скажет? Дядя Саски сел под деревом и жестом пригласил меня сесть рядом. Я, через усталость, встал и пересел к нему. Несколько минут мы сидели молча. Баруто, тренироваться самостоятельно иногда опасно. Ты можешь не рассчитать нагрузку и упасть в обморок. Именно для этого нужен учитель. Я следил за твоими успехами из тени, чтобы не мешать. Но меня поразила эта техника. Где ты узнал про нее? Я достал из подсумка свиток. Это же свиток техники летящего бога грома. Вместо ответа я надкусил палец и приложил к символу в углу. Текст начал меняться. Дядя Саски смотрел немного удивленным взглядом. Я показал ему изменившийся свиток. Хорошо. Ты хочешь изучить технику цепи чакры? Моя подруга, Карин, знает эту технику. Ты бы хотел попросить помощи у нее. Я задумался. Если кто-то мне будет помогать, я быстрее изучу технику. Да, пожалуй. Завтра я ухожу. Ненадолго. Но думаю, времени изучить технику хватит. Я оставлю тебя у Арчимару, Карин сейчас с ним. Потом, когда закончу миссию, я тебя заберу. Тебя устраивает такой вариант. Конечно, дать тебе баз. Тогда собирайся. Отца я предупрежу. Мы шли их к Анохе. Я не знал, правильно ли я поступаю. Может, моя мечта ничего не значит. Ведь возродить деревню не так легко. Даже сложнее, чем стать Хакаги. Дядя Саски видел мое беспокойство. Что-то случилось? Не бойся рассказать мне. Нет, нет, ничего. Потом мы опять шли молча. Я понял, что Саски мне не поверил. Почему ты стал усиленно тренироваться? Как я помню, ты хотел стать Шиноби, только для того, чтобы тусть с друзьями. Да, раньше это было так. Но сейчас у меня есть цель. И какая же? Только не смейтесь. Я хочу возродить деревню скрытого водоворота. Почему я должен смеяться? Эта цель твой путь не нельзя. По нему ты сможешь пройти только если будешь много тренироваться. Возродить деревню сложнее, чем стать Хакаги. Ты выбрал еще более сложный путь, чем твой отец. Я не смогу сделать для тебя много. Я могу лишь научить и поддержать тебя. Остальное ты должен сделать сам. Карин, девушка, которой мы идем, из клана Удзумуки. Именно поэтому она знает технику цепи чакры. Вот и начни с нее. Думаю, она тебе поможет. Дядя Саски выдохнул. Он редко говорил много. Он был почти безэмоциональным. Но очень заботливым. По крайней мере, я так считаю. Я не ожидал от него поддержки. Я был благодарен ему за эти слова. Дядя Саски. Вы можете не рассказывать отцу. Почему же это? Он сразу начнет промывать мне мозги этой идеей. Ты выбрал свой путь ниндзя. Иди по нему вот что он скажет. Я хочу всего добиться сам. Справедливое замечание. Наруто действительно такой. Мы замолчали. Мы шли. Потом Саски обернулся и сказал. Не отставай. Тут же он побежал верхними путями. Сначала было легко. Потом я начал уставать. В конце концов мы остановились на ночь. Карин, ты вкусно готовишь. Мы уже пришли и дядя Саски, сдав меня в руки Карин, куда-то свалил. Занятой блин. Но тут весело. Я хорошо поладил со всеми. Хоть дядя Саски говорил, что Джува страшный, но по мне он милый. Суйгицу странный. Лениво такой. Но с ним я получше выучил техники воды. Цепи чакры с Карин дались мне легко. Потом мы вместе начали изучать фуиндицу из свитка. Неплохо, а плохо. И да, Карин очень вкусно готовит. Я рада, что тебе понравилось. М. Джува. Потренируешься со мной? Джува не ответил. Он удивленно посмотрел на меня. Все удивленно смотрели на меня. Ты меня не боишься? Почему я должен бояться тебя? Ну? Вдруг его тело начало преображаться? Его глаз приобрел странный цвет. Кожа на одной половине тела стала серого цвета. Лицо озарило странная улыбка. Убить? Кого? Поинтересовался я. Карин и Суйгицу выглядели испуганными. Тебя? Буквально зарычал он. Я где-то учитал, что нельзя бояться сумасшедших. Зачем? Джува на минуту задумался. Потому что я люблю убивать. Я встал и подошел к нему. Карин будто бы хотел и меня остановить. Джува замахнулся на меня своей странной видоизмененной рукой. Но я не испугался. Я взлохматил его волосы и улыбнулся. Не бойся, Джува, все путем. Ты лучше не убивай, а кушай. Карин вкусно готовит. Джува вернулся к своему прежнему состоянию. Остальные члены компании удивленно смотрели на меня. Нет, не так. Они не удивились, они офигели. Я сел на свое место и повторил вопрос. Ты потренируешься со мной? Хорошо. Мы замолчали. Карин и Сугицу странно смотрели на меня. Все же, стоит мне говорить им про свою мечту. Может быть, они мне помогут. Знаете, я хочу вам кое-что рассказать. Что именно? Спросила Карин. У меня есть мечта, возродить деревню скрытого водоворота. Хотите ли вы мне помочь? Они опять странно посмотрели на меня. Бесит. Что я такого сказал? Это ведь родина клана Удзумуки. Карин, поэтому я и хочу ее возродить. Я был бы не против там жить. Я знал, что Джува согласится. Карин еще сомневалась, а Сугицу было пофиг. Что ты от нас хочешь? Я задумался. Действительно, с чего мне начать? Пока что просто согласие на участие в проекте. Потом вместе будем думать. Поэтому ты захотел изучить техники Удзумуки? Да. Чтобы возродить деревню, я должен стать сильнее. Ладно, я согласна. Сугицу, ты с нами? Куда я от вас денусь? Конечно. Я обрадовался. По крайней мере, сейчас у меня есть союзники, а это уже хорошо. Смотри, деревня скрытого водоворота находится здесь. Мы с Карин сидели за столом и рассматривали карту. Джува, Сугицу ушли в Удзу Шлагакури. Мы с Карин рассматривали карту и продумывали план действий. Барута, если мы будем брать много сирот, они будут приданы нам. Что думаешь? Я считаю, что мы будем искать определенных личностей. А потом, кого-нибудь еще возьмем. Немного навела справки. В приюте страны железа, нашелся мальчик. У него красные волосы и большое количество чакры. Думаю, он потом их кланут зумуки. Сколько ему лет? Ему девять, но я думаю, это нормальный возраст. Я задумался. Сколько же таких детей по всему миру? Может наберется даже целая деревня? Сначала давай деревню восстановим, а потом будем всяких личностей приглашать. Ведь лучше сразу человек семь или восемь найти, а то скучно будет одному мальчику. Рассуждаешь ты правильно. Вот Джуэсу и Гитсу придут, будем думать. Надо будет создать документы пойти к дайме страны водоворота. Хоть и деревня была разрушена, но страна эта осталась. Правда маленькая. Сколько там вообще деревень? Просто, обычных? Всего около семи. Так и страной назвать нельзя. Скоро будет восемь. Скрытый водоворот. Барута, ты как думаешь, там есть библиотека? Конечно, ведь это скрытые деревни. Наверняка есть замок с Фуэндицу. Ее не могли разграбить. Окей, нужно лишь дождаться наших друзей. А пока пошли, потренируемся. Как скажешь, Карин. Надо просмотреть весь твой свиток, вдруг там есть другие клановые техники. Точно. Пойдем. И мы пошли на полигон. Мне было грустно. Скоро придется покинуть дом Карин, Суэгитсу и Джува. И еще, мне придется уйти из деревни. Я стану первым шином без деревни скрытого водоворота. Надеюсь, моя мечта, моя цель, не напрасно. Мы сидели за столом. Суэгитсу и Джува только что пришли из-за швагакури. Мы сидели над чистым листом бумаги, на нем мы будем составлять карту. Рядом лежал фотоаппарат. Джува попытался запечатлеть все места деревни. Я взял его в руки и начал листать фото. Вот холмы, река, руины. Карин, а как называется эта река? Показал ей фотографию. Не знаю, об этом нет информации. Через несколько секунд молчание Джува заговорил. Там был странный камень и на нем было написано река Кадзаку. Ты очень наблюдателен. А Суэгитсу просто сидел и молчал. Расстроился. Он надеялся найти себе крутой меч, ведь Суэгитсу свой кубик и рябыча потерял. Карин, ведь дядя Саски скоро вернется. Вы будете продолжать без меня? Конечно. Без тебя будет трудно. Ты сам понимаешь, что в конце концов тебе придется уйти из Канохи. Так зачем ты тянул время? У меня просто только сейчас появились союзники, единомышленники. Ладно, через дядю Саски будешь передавать информацию. Когда я соберусь уходить, я вас предупрежу. Кстати, хватит сидеть над этой бумагой. Нарисовать карту вы и без меня можете, а кто меня тренировать будет? Ладно, пошли. Мы все вчетвером вышли на полигон. Сначала для разминки спарринг. Мы решили, что первыми будем я и Суэгитсу. Он, как всегда, начал атаковать водяными пулями. Я перенаправил их стихии ветра и атаковал молнией. Удобно, когда у тебя сразу три стихии. Суэгитсу превратился в воду, но вода проводит электричество. Короче, я ранил его. Черт тебя возьми. Потом против меня вышел Джува. Он научился переходить в режим убийцы, не теряя рассудок. Карен говорит, что это произошло только благодаря мне. Я ей не особо верю. Что я такого сделал? Просто несколько раз успокоил его. Он начал называть меня своей клеткой. Я не понял, почему. Джува чаще всего использовал режим убийцы и стихию Земли. Он атаковал меня Тадзюцу. Он выше меня и вес у него больше. Я не смогу победить его в ближнем бою, поэтому я отпрыгнул и взмахнув рукой сделал лезвие ветра. Эта техника обычно выполняется веером, но у меня достаточно чакры, чтобы делать ее просто рукой. Джува создал каменную стену, а я, пока он не мог наблюдать за мной из-за каменной защиты, создал десять клонов. Двух я спрятал под землей, пять прыгнули на Джува сверху. Я и еще один клон создали технику «Водяная тюрьма», остальные пытались загнать Джува в эту технику. Мой противник сразу развеял пять клонов, которые прыгнули сверху. Остальные техника ветра разрушили каменную стену. Оставив водяную тюрьму на клона, набросился на Джува. Он успел сделать новую каменную стену, но мои клоны атаковали из-под земли. Пока Джува уклонялся от их ударов, я сковал его печатью. Все клоны развеялись, а «Водяная тюрьма» на секунду переместилась ко мне, но тут же распалась, намочив Джува. Побеждает Удзума Кибарута. Я не буду с тобой сражаться. Вдруг ты меня больешь водой и прическу испортишь. Ладно, Карин. Я хочу наконец начать изучение летящего бога грома. Я раскрыл свиток, как всегда надкусил палец, приложил к символу и нашел технику. Потом сложил печать овцы и распечатались куна и деда. Это оружие я нашел относительно недавно. Тут же, в свитке. Я взял один в руку. Он был тяжелее обычного. Сначала я хотел научиться просто кидать эти кунаи. Попасть в центр мишени получилось лишь с третьей попытки. Через час я спокойно мог ими сражаться и кидать их. Сначала я попробовал телепортироваться с ручными печатями. Их было десять. Сначала научусь с печатями, а потом разберусь как дальше. Я воткнул куны в пяти метрах от себя, сложил печати, четко представил место и направил туда чакру. Офигеть! Я телепортировался. Меня в ту же секунду пронзила боль. Боль по всему телу. Я чувствовал чакры истощения. Неужели дедушка всегда испытывал такую боль? Несколько дней спустя, я уже был в деревне. Вовсю готовился к своему уходу из Канохи. Через месяц экзамена Чунина. Сдав его, я смогу попасть к дайме Странного Доворота. Печально, что он генинов не принимает. Придется экзамен сдавать. Технику летящего бога грома я все же смог выучить. Просто немного изменил печать. Благодаря тренировкам с Карин и остальными, я хорошо изучил фуиндицу. Мне не хватило времени изучить все техники, которые были в свитке. Я лишь выучила один. Цепи чакры два. Техники запечатывания три. Техники связывающих печати четыре. Взрывные печати не те, которые дают генинам, а помощь не пять. Техники барьеров шесть. Технику летящего бога грома все. Больше ничего. Кто-то скажет, что за несколько недель не добьешься большего. И я это понимал. Но я должен стать сильнее, еще сильнее. Отец встретил меня спокойно. Честно говоря, меня он уже достал. Ладно, он не приходит, занят. Но бесит его бесконечное оправдание. Друзья даже не спросили, где я был. Им будто все равно. Скорее всего, так оно и есть. Так что я просто ушел на полигон тренироваться. Поставил барьеры. Сегодня моя цель изучить молнии кругового танца. Молнии кругового танца. Я битый час пытался переместиться по кунам с нужной скоростью. Но почему я такой медленный? Если я буду так исполнять эту технику, меня сразу убьют. Я от злости кинул куны в дерево. Стоп. Если я буду психовать техника, быстрее не выучиться. Нужно просто подумать. Может все дело в чакре. Чтобы наверняка, я всегда использую много чакр для этой техники. Может нужно меньше. Сказано и сделано. Переместился. Скорость не возросла. Что делать? Может лучше надо больше чакры? Попробовал. Нет, не то. Через полчаса я понял в чем дело. В печати. Пришлось ее исправлять. Я снял некоторые ограничители. Телепортируюсь. Черт. Опять все тело болит. Еще два часа я менял печать. Пришлось изменить ее почти полностью. Хорошо навыки фуиндиц у меня улучшились. Итак, последняя попытка. Если не получится, я пойду обедать. Разбросал куная с новой меткой. Сложил печати. Теперь для перемещения мне нужно всего три печати. Сегодня и завтра буду над этим работать. Раз, два, три. Я начал перемещение. Я просто офигевал от скорости. Когда я телепортировался по всем кунаям, меня чуть не стошнило. Будто на американских горках покатался. Надо будет над этим работать. А пока вернусь-ка я к друзьям. Навряд ли они по мне скучали, но бургеров поесть с ними надо. Приветик. Я стоял в кафешке. Почти весь мой выпуск сидел за столиками. Внимание на мое приветствие обратили лишь Шокодай, Сарадо и Мицуки. Остальным было будто наплевать. Стоит заметить, что их я после путешествия еще не видел. Опа, кто пришел? Привет. Где ты был? Почему нам ничего не сказал? Тренировался. Хм, тренировался, стоит заметить, с моим отцом. И? Что в этом такого? Как во что? Тренируешься с крутыми личностями, а мы тут от скуки подыхаем. Ладно, ладно. Доказал. А Мицуки молчал. В принципе, как всегда. Мы стояли на полигоне. Коноха Марусин Си держал какие-то листочки. Сарадо откровенно скучала, а Мицуки просто смотрел на меня. Итак, команда номер семь, скоро экзамен. Я обязан у вас спросить, хотите ли вы сдавать на Чунина. Да на конец-то. Лишь бы команда согласилась. Мне было грустно. Скоро я покину Канаху. Кстати, хоть я и хотел предупредить дядю Саски, ему ничего не рассказал. Мы с Карин общаемся посредством птицы. Это красивый белый орел с красной ленточкой на шее. Я посмотрел в небо. Я давно заметил эту самую птицу. Она подлетит ко мне только тогда, когда я сложу печать птицы. Я опустил глаза и увидел, что все смотрят на меня. Чего вы на меня так пялитесь? Да потому что только ты можешь отказаться от участия, дебил. Я обиделся. Почему сразу дебил? Бесит это Сарадо иногда. В этот раз я очень хочу участвовать в экзамене. Не бойтесь, я вас не подведу. Через несколько минут мы разошлись. Я на конец-то сложил печать, позволяя уставшей птице спуститься ко мне. Я подставил локоть и орел сел на него. Я достал из специальной птичьей сумки маленький свиток. Оттуда я распечатал нормальный. Потом я достал немного корма и покормил бедную птицу. Пока орел сидел на траве и ел, я начал читать послание. Доброго времени суток тебе. Мы смогли найти пять семей и семь детей-сирот. Они уже готовы переезжать. Я подготовила документы. Я знаю, что у тебя скоро экзамен. Ты ведь говорил, что хочешь уйти после него? Я не хочу на тебя давить, но времени ждет. Как только кончится экзамен, пришли мне точную дату твоего ухода. Ждем тебя. Карин, я улыбнулся. Может кому-то покажется, что они ненавидят друг друга, но на самом деле Карин и Сугецу счастливая пара. Просто ссориться часто. Надеюсь, с рождением детей в их семье настанет мир гармонии. Есть. Я в совершенстве освоил молнию кругового танца. Теперь я с легкостью сдам экзамен. Мне теперь даже печати не нужны. Я крут. Вот и подошло время экзамена. Мы с командой шли в здание академии, там будет проходить первый этап. Письменный тест будет для меня легок. Из-за того, что я хочу возродить деревню, мне пришлось прочитать множество книг, изучить множество предметов и решить огромное количество задач. Без этих знаний я ничего не смогу сделать. Мы вошли в академию Шиноби. Там собралось очень много людей. Вдалеке я заметил наших. Мы с командой, пробираясь сквозь толпу, подошли к друзьям. И вы на экзамен притащились, заметила Сумири. Что-то много народа. Наверное, будут жестко отсиевать людей, вынесу мы заключение, шокодай. Наверное, будет сложно. Лишь бы я выдержал. Письменная часть была очень легкой. Второй этап, где надо защитить и отобрать флаг, прошел успешно. Грандиозного отсиевания, как предсказывала Шокодай, не произошло. Сейчас будет последний, самый сложный и самый ответственный этап сражения 1 на 1. Наша команда дошла до третьего этапа в полном составе. Интересно, против кого я буду сражаться? Все участвующие поднялись на специальный балкон. Сейчас объявят первую пару. Сарада Учхачачу Акимича это будет интересный бой. Девчата вышли на арену. Бой оказался очень скучен. Я ожидал интересный бой, две девушки, два сильных клана, две лучшие подруги. Но на деле Чачо своей техникой увеличение тела атаковала, Сарада с помощью шарингана увернулась, подкралась сзади и вырубила. Честно, я ожидал большего. Металл ли против Хирото Медзаки это вообще кто? Я посмотрел на мальчика на арене. Он был примерно одного возраста с металлом, на его голове был протектор скрытого камня. Этот Хирото подбежал к металлу. Противники обменялись ударами. Удар, еще удар. Все было так быстро, что я не успевал следить. Ну, в конечном счете, металл его победил. Так, кто же будет следующий? Я проверил свои кунаи для телепортации, печати и свитки. Все на месте. Борота Удзумаки против Шинкину собаку. Опа, моя очередь. Я спрыгнул на арену. Мне было немного страшно. Одно дело сражаться с Сугицу и Джу во вскрытом от посторонних глаз убежище или на тихой опушке, а совсем другое против Шинки, на глазах у всех. Надежда на то, что отец все же будет гордиться мной, грела мою душу. Шинки спрыгнул и встала напротив меня. Я подготовил куная с печатью. Осталось всего несколько секунд. Прозвучал сигнал к началу действия. Шинки направил свой железный песок на меня. Я от волнения закусил губу. Нужно выждать немного. Когда песку до меня оставалось метров пять или шесть, я подпрыгнул и начал кидать куная. Вокруг Шинки образовался круг из кунаев. Ни один из них не попал в него, но так задумывалось. Мазива. Спокойным, но громким голосом сказал он. Но я в ответ только улыбнулся. Я начал совершать технику молнии кругового танца. Шинки не понимал, откуда наносятся удары. Мои атаки были настолько быстрые, что мой противник не успевал защитить себя железным песком. После серии ударов, я телепортировался на прежнее место, где я не забыл оставить куны с печатью. Шинки упал, но тут же встал. Ты теперь у меня получишь. Похоже он разозлился, говорит, бутерочет. Шинки достал свою куклу. Укрепив железным песком, он направил ее на меня. Я достал обычный куны из чакропроводящей стали. Мне хватило денег купить лишь три штуки. Я направил чакру ветра в куны. Когда кукла была уже возле меня, я подпрыгнул и, сделав сальто, перерезал нити чакры. Пока Шинки пытался восстановить их, я поставил на марионетку чакраблокирующую печать. Приемный сын Казикаги стоял в недоумии. Пользуясь этой заминкой, я телепортировался на заранее поставленную печать к Шинки. Он пытался защититься песком, но я был быстрее. Точный удар по голове вырубил его. Победитель Баруто Удзунки провозгласил судья. Я не стал смотреть на остальные боя, а побежал домой. Мне нужно подготовиться к уходу из деревни. Печально. Пока идет экзамен, я успею подготовиться. Сначала я решил расставить печати. На доме, в своей комнате, в комнате Химы, в папином кабинете. Потом нужно взять хотя бы немного еды. Так как я просто телепортируюсь к Карен, еда мне нужна, чтобы прожить там. Конечно, я думаю, она меня накормит, но нужно перестраховаться. Я купил яблок, хлеба, колбасы и воды. Просто перекус. Дома, пока родители на экзамене, я написал записку Карен. Я приду послезавтра. Вы хорошо поработали. Потом я подозвал Орла, покормил его, отдал записку и отпустил в путь. Тем временем у Хакаги Наруто сидел на своем кресле. Остальные бои не сильно интересовали его. Он думал лишь о своем сыне. Баруто все же смог выучить технику летящего бога грома. Наруто подозвал Хакаги Какаши. Что такое, Какаши Сенсей? Что-то случилось? Ты ему дал технику летящего бога грома? Ну? Он попросил ее на день рождения и не смог ему отказать. У него день рождения был три месяца назад. Выучить технику такого уровня. И всего за три месяца. Ты понимаешь, что ему теперь хоть ранг Джанина давай? Какаши Сенсей, я прекрасно вас понимаю. Сегодня, думаю, устроим праздник. Зря я не обращал на него внимания. Баруто стал очень силен. Мне надо было сделать последнее приготовление. Я собрал в сумку запасную одежду, немного лекарств, еду. Решил взять полотенце, мыло, зубную щетку и всякое другое. У меня есть один день. Я хорошо спрятал рюкзак и пошел гулять. Когда я вернулся домой, вся моя семья уже сидела за столом. «Баруто, поздравляю, ты сдал на Чунина!» Воскликнул отец. Я просто пожал плечами. Почему-то казалось, что его поздравления не настоящие, будто бы это просто его обязанность поздравить сына. Мне казалось, будто его улыбка фальшива. «Братья, садись за стол! Очень вкусно!» Я покачал головой. Что-то мне не очень хочется есть. Да и устал я. Пойду-ка я спать. Спокойной ночи. Я начал подниматься по лестнице. Семья даже замолчала от удивления. На следующий день я просто гулял, прощаясь с Конохой. К друзьям не пошел. Не очень хотелось. Мне было грустно. Коноха такая красивая. Но я вспомнил фотографии, которые принесли Джуэ Сугитсу. Ведь остров Азуши такой красивый. Вот настал момент прощания. Я взял с собой рюкзак, обнял еще спящую химоваря, попрощался с мамой и ушел в резиденцию. Мне хотелось сказать маме обо всем, хотелось крепко обнять на прощание. Но обошелся простым пока. Мне нужно сдать протектор и могу уходить. В кабинете Хакаги была команда Удана Сенсии. Они как раз получали задание. Привет, пап. Ты что-то хотел сказать? Попозже скажу. Взглянул на команду, стоящую в кабинете. Баруто, если ты что-то хочешь сказать, говори сейчас. Разозлился отец. Мне в принципе все равно. Ладно, как хочешь. Я снял протектор и положил на стол. Я сдаю протектор и покидаю Коноху. Ты чего удумал? Живо взял протектор. Я положил руку на стол, ставя невидимую печать. Нет, такого мое решение. Прощай. Я лишь увидел его удивленное лицо. Потом я телепортировался к Карен. Привет, Карен. Хай. Ты только посмотри. Мы стояли на утесе. С него открывался восхитительный вид на деревню. По словам Карен, она уже получила разрешение на постройку деревни. Нам осталось лишь посетить Дайми страны водоворота и все. Можно официально возрождать деревню. Моя мечта так легко осуществляется. Хотя. Ведь мы только начали возрождение. Может быть к нам не захотят переезжать Шиноби. Я посмотрел вниз. Внизу Джува с помощью своей стихии земли создавал каменные дома, а Сугицу новым мечом срубал деревья для мебели. Карен, а где Сугицу взял меч? Когда мы ходили в резиденцию Дайми, в деревне на ярмарке продавали мечи. Ну и Сугицу не удержался. Она засмеялась и погладила себя по животу. Карен выглядела такой счастливой. Баруто, ты будешь помогать нам воспитывать Кику и Чику. Ты ему имена уже придумала. Это же женские имена. Ты уверена, что у вас девочки? Конечно. Мы же в деревне нормальной были. Я там в больницу зашла. Понятно. Красивые имена. Я спустился к друзьям. Карен работать нельзя, а мне можно. Значит я должен всеми силами помогать. Мы быстренько сходили к Дайме странного доворота. Он был рад, что мы решили возродить деревню Шиноби. Ведь если в стране есть скрытая деревня с ниндзя, то ей не придется обращаться за помощью к другим. Мне понравилось, что Дайме был очень добрым, понимающим и мудрым. Он был довольно молодым мужчиной. Наше общение можно было назвать приятным. Думаю мы сработаемся. Через несколько дней в Узуше пришло несколько семей и просто детей-сирот. Первый шаг. Нашу деревню уже можно назвать деревней. В ней проживало 25 человек. Пусть маленькая, но это первые дни деревни. Первые дни Узуше Лагакури. Два года спустя я стоял на своем любимом утюсе, откуда в первый раз увидел деревню. Она заметно разрослась. Всего на данный момент в ней проживало примерно 400 человек. Честно говоря, я не понял, откуда взялось столько много. Отсюда открывается изумительный вид. Река Кадзаку, которой дали это официальное название, служила основным источником пресной воды. Ее вода берут начало в холмах, а впадает река в море. В 50 километрах от Узуше Лагакури расположилась столичная деревня, точнее маленький город. Сакана – место, где живет Дайми страны водоворота. Название города переводится как «рыба». Это связано с тем, что там есть большое озеро, где ловят самую лучшую и вкусную рыбу в округе. Холмы. На них стояли дома, много домов. Вот первая Академия Шиноби. Я вспомнил, первые уроки для начинающих ниндзя, по моему мнению, походили на цирк. В обычном доме собралось около 10 детей, Карин пыталась им что-то рассказать, но они постоянно орали, пихались и жаловались на духоту. С появлением специального здания Академия стала проще. Теперь в деревне скрытого водоворота три больших Академии Шиноби и одна обычная школа. Не всем уже быть ниндзя. Я посмотрел на землю. Недавно был дождь и здесь образовалась лужа. Я осмотрел свое отражение. На шее висел протектор водоворота. Точнее, первый протектор, сделанный вручную. Остальные мы заказывали на специальной фабрике. А что вы думали, эти протекторы в скрытых деревнях делают? Но я могу гордиться, у нашей деревни есть даже свой протектор со знаком. Мои длинные, достающие ниже, чем до середины спины волосы. От авторт извините, меня слишком умиляет образ борота с длинными волосами, надеюсь на ваше понимание. Немного развивались на ветру. Кончики я покрасил в ярко-красный цвет. Мне хотелось быть ближе к клану Удзумуки. Карин сказала, что мне безумно идет. На мне были белые штаны и кимоно до пояса. Еще раз от автора я не знаю, как эта штука называется, но примерно в такую одежду он был одет на инаугурации Наруто. Тоже белая. От моих мыслей меня отвлекла Карин. Ну что, бору-то сама. От работы отлыниваем. Я вздохнул. Карин заставила меня стать лидером деревни, хотя я хотел, чтобы им стала она. Но ее поддержали все. Я отговаривался как мог, ссылаясь на свой возраст, ранг лишь Чунина, неумений. Но всем было наплевать, они просто хотели, чтобы я стал лидером, провозгласили меня Удзу Каги. Хотя я еще не принимаю этот титул. Ведь звание Каги имеет лишь главы пяти великих деревень Шиноби. Теперь у меня новая мечта вывести Удзу Шлагакури на мировой уровень и чтобы она стала шестой великой деревней Шиноби. Я взглянул на Карин. Она держала на руках двоих детей Кику и Чику. У обеих были папины фиолетовые глаза, но у одной были белые волосы, а у второй красные. Им дали фамилию Удзумуки. Им уже полтора года, такие милашки. Ладно, Карин, дай отдохнуть. Я взял на руки Чику. Это та, что с красными волосами все же, какие у тебя красивые дети. Я знаю. Она хихикнула. Ладно, пойдем, покормлю тебя. Я не против. И мы спустились с утеса. Я сидел у себя в кабинете. Мне уже шестнадцать лет. Карин принесла стопку бумаг. Я стал немного понимать отца. Но почему-то, у меня была всего лишь небольшая стопка документов, а у него весь кабинет тонул в них. Может быть, это потому что миссиями ей и Ди Рангов занимаются Карин и Сугицу. Барута, держи. Она протянула мне документы этой миссии в Ранга. Карин вышла из кабинета. Я тяжело вздохнул и взял в руки верхний листочек. Согласно правилам, отчет должен быть подробным, описано должно быть все. Но я с легкой руки отменил это правило. Теперь отчет состоял только из названия миссии, примерно во времени выполнения интересных событий, произошедших во время нее. Так что работы было немного. Я посмотрел в окно. Работать откровенно не хотелось, но мне пришлось начать читать отчет. Миссия Е-Ранга. Как эта миссия оказалась в стопке с Врангом? Я вспомнил, как вел Е-Ранг. Это ранг, похож на Ди. Я создал его в ущерб Ранга С. Этими миссиями занимаются еще не сдавшие экзамены генины. Это помогает подобрать наиболее подходящую команду. А что, ученикам, еще не сдавшим экзамены, не обидно заниматься такими миссиями, а генину не надо выполнять бесполезную муть. Я ведь пережил это недавно. В кабинет постучали и не дожидаясь моего ответа, в комнату влетел Сугитсу. Недавно я отправил его на миссию по сбору информации. Надо же знать, что творится в мире. Привет. Как твои бумажки поживают? Привет, нормально, спасибо, я сложил руки замком, присаживайся. Сугитсу сел на стул, стоящий напротив моего стола. Значит так, скоро намечаются экзамены на Чунина. Скрытый камень и облако поссорились. Но в экзамене участвовать буду. Понятно, нам тоже не помешало бы отправить генинов туда. Пусть узнают о том, что великая деревня скрытого водоворота возрождена. Сугитсу, узнай количество команд готовых сдавать экзамен. А ты уверен? Ведь нас не приглашали. Не бойся, я все улажу. Отец просто не откажет мне, как и другие Каги. Кстати, к отцу и схожу, у меня как раз в его кабинете печать есть. Ладно, я пошел готовить списки, хоть мне и безумно лень. Кстати, можно тебя попросить? О чем? Кику и Чику уже три с половиной года. Думаю, Карин уже сама справится с ними, умные девочки. При упоминании о своих дочерях он улыбнулся счастливой и беззаботной улыбкой. Я хочу получить команду юных генинов. Выпуск из Академии будет через полтора месяца. Я внесу тебя в список, Синсеев. Спасибо тебе, Борута Сама. Сугитсу. Бесишь меня так называть. Хи-хи. Хихикнул Сугитсу и вышел из кабинета. А меня ждет работа. Я со вздохом взял один листочек. Быть лидером деревни не очень круто. На следующий день Сугитсу уже принес списки. Всего готово и согласилось 15 команд. 45 человек. Неплохо. Они готовы только благодаря техникам клана Удзумуки. В этом есть и твоя заслуга, ведь большинство печатей ты переделал для них. Надо посетить сегодня отца. Карин. Окликнул я свою помощницу, сделай копию документов о создании деревни. Что-то мне подсказывает, что отец мне не поверит. Хорошо. Через несколько минут копии были готовы. Я сложил все бумаги в печати на моих руках. Ну ладно, минут через десять вернусь. Может через час. Как я понимаю, когда вернешься, ты не знаешь? Заметил Сугитсу. Типа того. Я тут же телепортнулся. Когда я оказался в кабинете, отец спал. Хакаги называется. Тут в кабинет вошел дядя Шакамару. Баруто. Ты что тут делаешь? У меня к вам тоже есть вопрос, какого хрена мой отец спит на рабочем месте? Ты дурак? Тебя не было в деревне четыре года. Ты вообще знак. Если я не был в деревне, значит я дурак? Перебил я его, просыпаясь. Глава деревни, блин. Отец начал щуриться. В конце концов он поднял голову. Да уж. Но когда он увидел меня, сон в ту же секунду слетел с его лица. Осталось лишь удивление. Баруто. Я не бойся. Я взял стул стоящий в углу, поставил его напротив стола, сел на него и сложил руки в моей любимой позе замком. Рассказывай, что происходило в деревне, пока меня не было. Скоро экзамены начунина. Как-то испуганно начал отец. Это я знаю, не надо говорить мне очевидные вещи. Откуда? Ведь решение экзамена было принято только позавчера. Сенсии только сегодня должны рассказать об этом генином. У меня есть источники. Тебя не было в деревне четыре года. Четыре. Не хочешь рассказать мне о чем-нибудь? Успеется отец. Наруто некогда, ему еще по телевидению выступать. Заметил Шакамару. У тебя никогда не было на меня времени, ничего не изменилось. Но тебе стоит взглянуть на это. Я одной рукой сложил печать и вытащил документы из печати на другой держа. Отец аккуратно взял из моих рук папку. Он открыл ее и посмотрел на первый листок. Я увидел, что он немного побледнел. Дядя Шакамару выглядел заинтересованным, поэтому отец начал читать вслух. Я, дайми страны водоворота, даю согласие на постройку новой деревни. Отец взял следующий листок. Я, дайми страны водоворота, даю согласие на возрождение деревни скрытого водоворота и официально признаю ее лидера Барута Удзумаки. Я, дайми страны водоворота, позволяю пользоваться землями страны водоворота деревни скрытого водоворота. Теперь в комнате стояло два офигевших взрослых. Я достал свой протектор из печати и положил на стол. Итак, я пришел просить о том, чтобы шины бескрытого водоворота разрешили участвовать в экзамене на Чунина. Собственно, именно поэтому я здесь. То есть, пока мы тут волновались, искали тебя, ты стал лидером водоворота? Да кто тебе разрешил? Негодовал отец. Я отговаривался от этой должности как мог. Тем более, я тебя предупредил, не надо было тратить силы на мои поиски. Ты у меня еще пожалеешь. О чем, отец? Ты так говоришь, будто издеваешься. Хватит называть меня отцом. Как тебя еще называть? Наруто, тебе пора на телевидение. Прервал наш диалог вашу Камару. Я встал, поставил стул на место и отряхнул свой неизменный белый костюмчик. Я не буду навязываться, у вас ведь скоро совет Каги. Подними этот вопрос, будь другом. Я отошел к двери. Пока, я был рад поболтать. Правда, я думал, что мы поговорим с тобой. Увидимся на экзамене. Я телепортировался домой. Ну как общение с отцом? Спросила Карин. Фигово ответил я ей, ведь так оно и есть. Наруто после выступления по телевидению я чувствовал себя разбитым. Ко мне приходил Баруто, но мы не смогли поговорить. Он прав, у меня никогда не было времени на него. Сейчас мне надо было идти на совет пяти Каги, хоть и не очень хотелось. Я вошел в зал, там были все кроме Мизукаги. Сев на свое место, я положил шляпу Хакаги перед собой. Через несколько минут вошел Чаджура. Все Каги в сборе. Начал Гар, давайте начнем, у Кагата есть важные новости. Гарр любил начинать, все относились к этому спокойно. Я, вместо ответа, протянула оставленные Баруто документы об образовании деревни скрытого водоворота. Остальные Каги стали передавать из рук в руки этот документ. После того, как все прочитали, Гарр рискнул задать вопрос, то есть, пока ты волновался, людей на поиски отправлял, он возродил скрытый водоворот и стал его лидером. И почему он объявился и только сейчас? Он пришел ко мне с просьбой разрешить скрытому водовороту принять участие в экзамене на Чунина. Каги недолго помолчали. Я считаю это хорошей идеей. Пусть Удзушла Гакуря покажет, на что способна, неожиданно выдал Рай Каги. Я тоже поддерживаю, отозвался Гара. Все остальные тоже кивнули. Ну, покажи мне, Баруто, на что способна твоя деревня. Конец Наруто. Я сидел на подоконнике в своем кабинете. За окном шел дождь. Настроение было фиговым. Отец, которого я не видел четыре года, не смог поговорить со мной. Это ранит сильнее ножа. Мне нужно просто привыкнуть к этому. Я вновь посмотрел в окно. Даже погулять не выйти. В кабинет зашел Анва. Он был одет в кожаную куртку, которая вся промокла под дождем, как и русые волосы. В глаза сразу бросался его огромный ожог в пол лица. Он уставился на меня своими красивыми, ярко-оранжевыми глазами. Баруто-сама, можно спросить? Я сморщился. Наверное, я никогда не привыкну к этому обращению. Хотя это лучше, чем постоянный сын Хакаги. Конечно, только прошу, зови меня просто Баруто. Хорошо, Баруто-сама. Он, как всегда, не смог выкинуть суффикс. Можно я буду участвовать в экзамене с Юзуки? Но она же не выпустилась из Академии. Я об этом и прошу, позвольте Юзуки вместе со мной и Хайта сдавать экзамены на Чунина. Нет, перед сдачей экзамена нужно выполнить восемь миссий. Но почему ты об этом просишь? И Чаро не захотел сдавать на Чунина. Да, Баруто-сама. Я поговорю с ним. Спасибо. И Анва вышел. Я вспомнил, как встретил Анва. У него редкий дар геном льда, но жители его родной деревни боялись его и поэтому подожгли его в собственном доме. Я проходил мимо и вовремя заметил пожар. Когда я с помощью стихии воды потушил огонь и вынос мальчика, местные начали на меня орать. Я забрал Анва в деревню скрытого водоворота, дал фамилию от Зумаки и попытался научить его управлять льдом. Неожиданно, у меня получилось. Теперь благодаря улучшенному геному и его собственным техникам, Анва один из сильнейших шиноби водоворота. Не думайте, что деревня настолько слаба, что только благодаря улучшенному геному Анва стал одним из лучших шиноби от Зушлагакури. Дело в том, что он придумал техники, идеально подходившие ему. С помощью сильно спрессованного льда Анва создает оружие, контролируя его форму, он стал лучшим в кендюцу, по крайней мере в нашей деревне. Я слез с подоконника и пошел домой. Точнее на второй этаж резиденции, я там жил. Наверное, отцу было бы приоткольно такой дом иметь. В коридоре я встретил Карен. Суги отцу сказал, что скрытому водовороту разрешили участвовать в экзамене. Отлично, скажи, Ичера занят? Да нет. Команда номер 12 вообще свободна. Собери их вечером у меня в кабинете, хочу поговорить с ними. Как скажешь, Бору Тусама. Карен. Разозлился и я, но она уже убежала. Вот знает же, что не люблю такое обращение. Передо мной стояла команда номер 12. Анва, Хайта Ичера. Самая сильная команда генинов. Анва силен своим ледяным оружием, Хайта внебрачная дочь Дейдары, поэтому у нее стихия взрыва. Она полностью пошла в него. Блондинка с голубыми глазами и челкой, закрывающий глаз. Я знаю, что ее отец был за Кацуки, но никогда не видел его. Хайта говорит, что он мертв. Она пришла вместе с матерью в деревню, потому что в ее родной их ненавидели и называли отродием. Лишь здесь они смогли нормально жить. А Ичера имеет шарингон. Я не знаю почему. Я нашел его голодным на одной из помоек, когда в Сакане выбрасывал мусор. Конечно, забрал его в деревню. Но я очень удивился, когда его друзья прибежали и начали рассказывать о том, что у Ичера красные глаза. Тогда я в первый раз увидел его шарингон с одним тумаем. Сейчас, благодаря тренировкам, у него их три. У него были свойственны Учихам черные волосы. Я специально объединил их троих в одну команду. Я считал, что так они не будут завидовать друг другу из-за способностей. Ичера, почему ты не хочешь участвовать в экзамене? Да потому что меня могут начать ненавидеть. Ведь ты дал мне фамилию Учиха. Я задумался. Ведь правда, но я могу поговорить с Саски и все будет нормально. Я улыбнулся про себя. Ичера единственный из генинов, кто зовет меня на ты. Но от Борутосома мне все равно не спрятаться. Не бойся, я поговорю с дядей Саски. Просто доверься мне. Ладно, тогда я участвую. Пока, Борутосома. Они вышли, и я смог спокойно вздохнуть. Скоро экзамен начунина. Нужно проверить все 15 команд. Надеюсь, они готовятся. Деревня скрытого водоворота не должна упасть в грязь лицом. Я снова перебирал миссии. Это самая надоедливая работа. Здравствуйте вам. Ко мне в кабинет зашел Сугитсу. На его шее сидела Кику. Привет. А где Чику? Я здесь. Маленькая красноволосая чудо вбежала в мой кабинет. Кику спрыгнула с плеч отца, и обе девочки подбежали ко мне. Три пары сиреневых глаз уставились на меня. Что-то случилось, Сугитсу? Да, пошли куда-нибудь, обсудим. Ко мне в комнату. Может лучше в гостиную? Да, наверное. Я усадил к себе на плечи Чику, а Кику забралась обратно к отцу. Гостиная — это комната, в которой происходит обсуждение. Но не могу я целый день сидеть в этом твердом кресле за рабочим столом. Когда мы вошли в комнату, я бесцеремонно скинул с дивана несколько подушек на пол и сел на них. Сугитсу поступил так же. А девчонки сразу же сели позади меня, стянулись моих длиннющих волос, которые уже доставали ниже спины, резинку и начали плести косички. Бору-то сама, а где расческа? Тоненьким голосом спросила Кику. Вон там, в комоде я указал на него, там две расчески и есть резинки. Берите что хотите. Сестры с веселым визгом побежали к заветному ящику, где лежали парикмахерские принадлежности. Так что ты хотел рассказать? Я нашел пещеру, там живут шинобеи, судя по всему, хотят напасть на скрытый водоворот. Ты уверен? Абсолютно. Я пойду проверю. Позови мою команду сюда. Ладно, присмотришь за Кику и Чику, пока я буду ходить? Конечно. Сугитсу ушел, а его дочки начали делать мне прически. Пока Сугитсу ходит, у меня есть время подумать. Я недавно стал сенсеем команды номер 12 НВ, Хай Тайчера. Мне было немного странно их учить, ведь они младше меня лишь на три года. Тем не менее, из нас получилась хорошая команда. Мне было немного страшно. До этого водоворот не сталкивался с серьезными проблемами. Надеюсь, все будет хорошо. Готово, Бору Тасама. Хором крикнули сестры Удзумуки. Я встал и подошел к зеркалу, которое висело над комодом. Мои волосы были заплетены в толстую косичку, которую девочки украсили бантами, заколками, лентами, короче говоря всем, что увидели в ящике. «Привет, Сугитсу нам рассказала Миссия, ты же с нами идешь, Бору Тасама». «Конечно». «Сенси, вы чудесно выглядите» со смехом заметила Хайта. Я начал снимать ленты с волос. «Ладно, завтра в девять у резиденции». «Свободны». Все разошлись, даже Кику и Чику меня бросили. Пришлось самому избавляться от ленточек и бантиков. Мы бежали по деревьям. Или прыгали. Короче, передвигались. Лучше всего, конечно, было Хайта. Она просто сделала глиняную птицу и летела над нами. Печально, что сейчас она не может делать больших птиц. Мы допрыгали до пещеры и я первым вошел в нее. Мои волосы сильно растрепались, поэтому я достал резинку и завязал их пучок. Может зря я такую гриву отрастил. Вдруг выскочило порядка десяти человек. Они в тот же миг окружили нас. Главный среди них сложил какие-то печати и потолок начал обваливаться. Один камень чуть не упал на вечера, но благодаря Шарингону он смог увернуться. «Бегите!» Успел крикнуть я, прежде чем несколько булыжников разделили нас. Я, использовав свои способности сенсора, удостоверился, что никто не пострадал. Как только моя команда убежала из пещеры, передо мной возникло около двадцати шиноби. У них были перечеркнутые протекторы скрытого. Не знаю. Чего? На них был изображен круг с тремя линиями, отходящим от него. Может, скрытое солнце или что-то типа того? Они напали, я использовал молнию кругового танца, чтобы зайти к ним в тыл. Но напав на меня дружным строем и атаковав сразу пятью стихиями, они смогли загнать меня в угол пещеры. Я не мог кинуть куная с печатью, потому что враги окружили меня со всех сторон. Пришлось вступить в ближний бой. Я смог обезвредить около семи человек, прежде чем устал. Потом тот, кто складывал печать для обвала потолка, вынул из кармана шприц с каким-то странным веществом ярко-розового оттенка. Он кинул его ближайшему ко мне шиноби и тот попытался воткнуть мне его в шею, но успешно избежал попадания, сделав сальто. Как только приземлился, я почувствовал легкий укол в ногу. Из-под земли вылез человек. Он держал в руке уже полупустой шприц с той же ярко-розовой жидкостью. Ко мне приходило понимание ситуации. «Мы тебя смогли перехитрить!» Воскликнул главарь. В голове начал клубиться туман. Уже через несколько секунд я потерял сознание. Кода очнулся, я был связан. Мои кисти перехватывала странная красная веревка. Ноги были связаны от ступней до самого колена. Сам я был еще привязан к какому-то камню, а рот был завязан какой-то тряпкой. Я попробовал разрезать веревки чакрой, но в ту же секунду меня пронзила боль. Похоже, на меня поставили печать для подавления чакры. Я попробовал снять ее, но меня опять пронзила боль и я потерял сознание. Тем временем вот зашла Гакури, как это вы его там оставили? Команду 12, потрепанная и оставшая, стояла перед Карен. Как вы не понимаете, каждого из вас он принял в скрытый водоворот, тренировал и заботился о вас, а вы не смогли даже помочь ему. Возможно, он сейчас мертв. Карен орала на них, но из-под очков потекли слезы. Ладно, я беру с собой Сугицу и Джува и мы идем на помощь Барута. Через несколько минут, оставив детей своей лучшей подругой Карен, импровизированная команда, состоящая из шести человек, бежала к пещере. Лишь бы он был жив, молила про себя Карен. Лишь бы с ним ничего не случилось, думала Анва. Как бы нам поаккуратнее его спасти, рассуждал главный стратег Хайта. Блин, как же так его угораздило взволнованно думал Сугицу. Барута. Повторял про себя Джува. Барута сама, наш сенси, простите нас, примелькнула мысль Уичера. Как же быстро раскидали они кучу Шиноби, которых до этого уже ослабил Барута. Вот видите, если бы вы были вместе, то легко бы победили. Через несколько минут Джува нашел связанного блондина. Как хорошо, что с тобой все хорошо. Почти плача крикнула Карен. Но Барута ее не слышал. Карен ей сидела на стуле в комнате Барута. Как хорошо, что с ним все хорошо. Вчера его взяли в плен. Все изрядно испугались. Он лежал рядом на своей кровати. Его лицо было покрыто царапинами, а на руках виднелись следы от веревок. Блондинистые волосы рассыпались по подушке. Сразу бросались у глаза ярко-красные кончики. А дед Барута был в свою привычную белую одежду, а его протектор лежал рядом на тумбочке. Все хотели, чтобы Барута стал лидером деревни, стал Удзукаги. Все видели в нем возродителя деревни, сильного человека, уверенного в себе лидера. Но только некоторые могли разглядеть в нем 16-летнего ребенка. Ребенка, которому пришлось рано повзрослеть. Я оглядела комнату. Вполне обычная. Кровать стояла посередине комнаты, изголовье было у стены. На ней висела картина, на ней был изображен скрытый водоворот. В комнате было лишь одно окно, подоконник которого был завален подушками. Барута всегда был в своем кабинете с 10 утра до 5 вечера, иногда уходил в гостиную. Ему не всегда хватало времени перебрать бумаги днем, поэтому он делал это по вечерам, сидя на своем любимом подоконнике. Мой взгляд переместился дальше. На стене висело несколько фото. На первом была изображена его команда номер 12. Обычно Сенси стоят на заднем плане, потому что они выше своих подчиненных, но в этой команде сложилось так, что Хайта выше Барута. Не на много, буквально на 2 сантиметра. Все же, ей пришлось встать на задний план. На переднем сидел Барута и улыбался. Позади его стояло, сложив руки на его голову, Хайта. Анвы и Эчара стояли по бокам. Всем им нравилась их команда, они улыбались. На втором фото была его прежняя команда, команда номер 7. Вот он, так непривычно видеть его с короткими волосами. Потом Сарада, я вспомнила, как принимала роды. С тех пор она сильно выросла. Остальных на фото я не знала. Третье фото. На нем мы Барута, Джува, Сугицу и я. Барута смог обуздать Джува, теперь он живет нормальной жизнью. Всех это сильно удивило. Последнее фото было мне меньше всего знакомо. Как рассказывал Барута, на нем изображена его семья. Четыре улыбающихся человека. Его прошло я, и он берег особо. Потом стоял шкаф. В одном его отделении весил одежда-костюм, в котором он ходил еще в конохе, белый костюм, на спине которого был изображен знак водоворота и еще один наряд серого цвета, сшитый из грубой ткани. Последний предназначался для долгих миссий и путешествий. Во втором отделении стояли книги. Даже будучи лидером деревни он продолжает усердно учиться. Вдруг Барута начал жмуриться и он с трудом открыл глаза. В этот миг я испытала облегчение. С ним все в порядке. «Доброе утро, Карин!» Буквально прохрипел он. «Доброе!» «Ты не представляешь, как мы испугались!» Я взяла заранее подготовленную чашку с целебным отваром, пей!» Барута послушно взял из моих рук чашку, я поправила ему подушки и он сел облокотившись на них. Он начал тихонько пить, морщась от неприятного вкуса. «Ты как хоть?» «Вроде нормально, моя команда не пострадала?» Сказал он таким же хриплым голосом. Я умилилась. Даже в таком состоянии он продолжает думать о своей команде. «Да, конечно!» «Выздоравливай побыстрее, скоро же экзамены начунина!» Я помню. «Постараюсь!» Барута закашлялся, немного разлив отвар. Его хриплый голос не давал мне покоя. «Я позову медиков!» «Доверюсь тебе!» Он сделал еще несколько глотков и кружка опустела, спасибо за заботу. Я взяла из его рук чашку и улыбнулась. «Я скоро вернусь!» Негромко крикнула на прощание я. Конец Каарин. Еще одно Каарин прошло несколько дней. Барута уже почти выздоровел. Скоро экзамены начунина, поэтому он решил провести особую тренировку. Сейчас все сдающие генины стояли на довольно большом полигоне, а Барута был там же и рассказывал суть тренировки. «Вы все хотите сдавать экзамен, одно из испытаний выживания и захватка какого-либо предмета. Раньше это были свитки неба и земля. Половине давали землю, а второе небо. Таким образом только половина могла сдать второй этап. Я предлагаю сделать так же, благо Лесунзу Шлагакури позволяет провести там такой экзамен. Прошу обойтись без травм, сражайтесь за свитки, но не забывайте, что это лишь тренировка и деретесь вы с вашими же товарищами». Говорил Барута хрипло. Как только закончил речь, он зашелся в кашле. После того, как ему вкололи какую-то фигню, Барута до сих пор хрипел. Прошло уже два дня. Надеюсь, пройдет к экзаменам. Чему я была рада, так это тому, что генины слушали его внимательно, никто не смел подать голос. Все боялись даже шевельнуться, чтобы Барута не пришлось повышать голос. Уважение к нему вот что я ценю в этих юных генинах. Все разошлись на тренировку. Сугицу и Джува раздали свитки. После сигнала команды мгновенно побежали в лес. Время тренировки ограничено три дня. Я подошла к нашему лидеру. «Барута, тебе не обязательно напрягаться», — об этом могла рассказать и я. «Это моя обязанность как лидера. Я хочу быть уверенным в том, что все 15 команд пройдут этот этап экзамена. Ты неисправим». Я улыбнулась про себя. Часто Барута говорит о том, что почти ничего не сделал для Возрождения, что все это мы могли сделать и сами. В чем-то он прав, но возродив деревню, мы не смогли бы ее сделать великой. Только Барута удалось сломать некоторые современные законы, создать совершенно новую систему управления. Без него бы деревня не процветала. Все готовы. Прошла уже неделя. Тренировка была закончена, команды справились неплохо. Мы все уже собирались на экзамен в Канаху. Я, как помощница лидера, была обязана идти с ним. Сугицу остался в деревне следить за детьми. Барута начал давать последнее наставление. Его голос так и не вылечился такой же хриплый. Однако я заметила, что регенерация уже началась. Думаю еще недельку и все пройдет. Генины. Не бойтесь первого этапа. Ваши наставники давали вам всю необходимую информацию. Тренировку второго этапа мы проходили. Только прошу вас не деритесь друг с другом, лучше помогайте. Я хочу быть уверенным в том, что все команды водоворота пройдут второй этап. Барута опять зашелся в кашле. Он часто жаловался на сильную боль во время разговоров. Третий этап непредсказуем. Вашим противником может оказаться кто угодно. Будьте осторожны. Барута сорвался с места и все команды поспешили за ним. Я бежала рядом с ним, прямо за ним его команду 12. Остальные бежали в своем темпе вдали от нас. Синси, вы обещали поговорить с кем-то там. Робко начал Ичара. Не бойся, я не забыл. В ответ Ичара лишь кивнул. Дальше мы бежали молча. 61 человек бежал по лесу. Благо до Канахи полтора дня пути. Все сейчас едут на поездах, а мы как лохи пешком идем. Точнее бежим. Ну что же, Канаха. Привет. Мы быстренько отметились и пошли размещаться в отеле. Там было много народу. После этого все команды остались там отдыхать, а мы с Барута вышли на улицу. Барута. Вдруг закричала вышедшая из-за угла его бывшая команда. Митсуки. Сарада. Лишь хрипло прошептала наш лидер. Конец Каарин, вот мы и в Канахе. Генины быстро разошлись по своим комнатам. Гостиница была переполнена. Проследив за тем, чтобы всем хватило места, мы с Каарин вышли на улицу. Как я удивился, когда мы встретили Сараду и Митсуки. Хотя, по сути, ничего удивительного. Мы же в Канахе. Барута. Со злостью прошепела Сарада. Что-то не так. Ответил я ей равнодушным тоном. Получилось, как всегда, очень хрипло. Горло пронзило боль. И так каждый раз, когда я пытаюсь что-то сказать. Очень не кстати сейчас эта болезнь. Я поправил протектор. Что же, Сарада, начнем словарную дуэль? Черт, что за мысль лезут мне в голову. Ты где был? Буквально начал орать на меня Сарада. В деревне скрытого водоворота. Я указал рукой на протектор. Вдруг я снова зашелся в сухом мучительном кашле. И что ты там делал? Продолжила допрос Сарада. Не твое дело. Ответил ей я, как только прокашлялся. Пока. Ты куда дебил безмозглый? Я увидел, как Каарин сжала кулаки. Надеюсь, это никто не услышал, а то Сараде не поздоровится. Моя команда не любит, когда меня обижают. И все же, обидно. Я не покажу это, когда становишься лидером. Входит в привычку прятать свои эмоции от окружающих. Только самые близкие мне люди могут увидеть мое настоящее настроение. Хакаги. У тебя еще вопросы есть? У меня их море, петух тупой. В этот раз я увидел, что Каарин с трудом сдерживается, чтобы не врезать ей. Я отвечу на них после. Развернулся, чтобы уйти. Куда пошел, блондинчик фигов? Меня достала Сарада и поэтому я просто телепортировался в кабинет отца. Доброе утро. Отец сидел в кабинете и работал. Читал какой-то документ. Похоже, он меня не услышал. Я подошел поближе и начал читать название документа вслух. Участники экзамена Чунина. Личное дело номер 149. Ичраучха. Деревня скрытого водоворота. Отец вдруг вздрогнул и посмотрел на меня. Ты что тут делаешь? Ну поговорить хотел. Похоже, у тебя ко мне много вопросов. Я указал на документ. Отец кивнул. Почему у тебя голос такой хриплый? Долго объяснять. Отмазался я. А это недолго? Рассказывай. Окно было открыто. Я по привычке сел на подоконник, которого, по сути, не было. Просто тоненькая дощечка. Но нельзя, везде удобно. Но отзуши хотели напасть, моя команда пошла на разведку. Во время боя мне вкололи какую-то фигню и до сих пор не прошло. Некоторое время отец молчал. Потом, тяжело вздохнув, спросил, может, к Сакуре зайдешь? Не, меня Карин лечит. Ну ладно, теперь скажи мне, как ты объяснишь мне фамилию Учхо у этого мальчика. Это просто. У него Шаринган. Когда увидел его, я дал ему фамилию Учхо. Предсказывает твой вопрос, откуда он? Я нашел его на одной из помаек Саканы. Это столица странного дворота. Понятно. Немного офигевше протянул отец. Почему твое имя стоит в графе Сенсей? Я Сенсей Команда 12. Логично. Это плохая идея стать учителем. Почему? Ты никогда не видел, как я занят? Хм, у тебя весь кабинет тонет в бумагах, я окинул взглядом комнату, а у меня работы немного. Часть делает Карин. Что-то иногда делает Сугицу. Помощник и есть. Отец недолго молчал. Потом он отложил документ, встал и немного потрепал мои волосы, которые я собрал в высокий хвост. Пока отец стоял рядом, я аккуратно его обнял. Он замер. Я скучал. Неловко проговорил я. Я тоже. Наруто, мы шли домой. Баруто шел немного впереди меня. Я решил отложить всю работу на завтра и провести сегодняшний день с сыном. Мы теперь редко видимся, нужно наверстать упущенное. Удивительно, насколько многого он достиг всего за четыре года. Возродить скрытый водоворот, сделать то, чего боялись сделать другие. Вот что он смог. Баруто. Он обернулся. Все же, как он вырос. Что? Знаешь, Хима в академию пошла. Баруто поравнялся со мной и взглянул мне в глаза. Он даже не пытался взять меня за руку, что всегда делал в детстве. Мне часто говорили, что не успеваешь привыкнуть к тому, что дети выросли. Только сейчас я понял эту фразу полностью. Вот знаешь, это у нас, наверное, семейная она месяц назад раскрасила лица Хакаги. А так нормально учиться. Вот честно, я волновался. Общение с сыном казалось мне пыткой. Я не знал, как начать разговор, что сказать. Похоже, я действительно плохой отец. Хима больше всего полюбила Гегара. Попробовал я начать разговор, но Баруто меня перебил. Ничего не говори, не заставляй себя. Я вижу, что ты просто пытаешься начать разговор. Бесполезный, ненужный разговор. Знаешь, иногда слова мешают понимать друг друга. Молчи. Баруто говорил спокойно, голос был по-прежнему хриплым. Его слова заставляли задумываться. Хотелось понять их скрытый смысл, понять больше, чем кажется сначала. Мы вошли в дом, Баруто аккуратно стянул ботинки, что я заметил, его короткие тапки сменились более длинными, как у меня в его возрасте. Я дома. Как-то странно, будто бы робко крикнул он. К нам вышли химуты химовари. Братейк. Хима прыгнула прямо на шею Баруто. Я хотел остановить ее, ведь я боялся, что она его снесет. Но на удивление, Баруто легко подхватил химу на руки. Он стал сильнее. Приветик. Баруто легко посадил сестру на плечи и подошел к химуте. Мам, я скучал. Мне показалось, что на секунду Баруто превратился в ребенка. Я не могу понять, кто он взрослый лидер своей деревни или мой маленький сын. Я давно перестал понимать его. Химута накрыла на стол. Мы ели молча. Мама. Было очень вкусно. Потом Баруто повернулся ко мне. Отец, можно я переночую здесь? Что-то внутри меня екнуло. Баруто хочет остаться. Это знак того, что он хочет побыть рядом или просто стечение обстоятельств. Слишком много вопросов. Конечно. Знаешь, я тогда пойду, предупрежу свою команду. Баруто будто бы уже хотел уйти, но резко повернулся ко мне и взглянул прямо в глаза. Мне кажется, что ты терзаешь себя множеством вопросов, но разбираясь в них не забудь истины никогда не лежит на поверхности. Он надел сандалии, вышел на улицу и, помедлив несколько секунд, бесшумно, как подобает Шинобе, прыгнул на крышу и прыжками помчался в стороны гостиницы. Много, слишком много у меня к нему вопросов. А Баруто, в принципе, прав. Истина никогда не лежит на поверхности. Конец Наруто. Я бежал в сторону гостиницы. Общение с семьей прошло гладко. Только отец был постоянно задумчивым, будто бы его тело было с нами, а душа осталась там, в кабинете Хакаги. Я подошел к зданию гостиницы, вошел внутрь и поднялся на нужный этаж. Потом я открыл дверь в трехкомнатный номер моей команды. «Кто-нибудь тут есть?» На мой возглас тут же пришли все трое Хайта, Анвы и Эчера. Вот только Карин, похоже, не с ними. Все здесь. Радостным тоном сказала Хайта. «Так вот, хочу сказать, ночевать я буду у родителей, так что не теряйте меня. Завтра в семь утра я буду здесь. Пока. До свидания, Сенсей». Хором крикнули мои ученики и разошлись по комнатам. А предпочел спрыгнуть из окна так быстрее. Анва, как только Сенсей ушел, мне стало страшно. «Эй, Анва!» Позвал меня Эчера раз комната Барута сама освободилась, я перееду туда. «Пожалуйста, Эчера, не надо!» Почти плача выкрикнул я. «Ах да, ты у нас трусишка!» «Ладно, как скажешь. Я вовсе не трус. Просто... Просто после случая, когда тебя хотели сжечь заживо из-за способностей, у тебя развелась фобия того, что это повторится. Я прав? Но по сути, ты все равно боишься. Я не нашел, что ответить. Эчера просто рассмеялся и потрепал мои волосы. Не бойся, я с тобой. Ты в Канухе, здесь никому не придет в голову такая ужасная идея. Мальчики! Идите сюда!» Раздался голос из коридора. Это была Ахайта. Мы переглянулись и вышли к девушке. Ахайта очень красивая. Идем в мою комнату. Мы, конечно же, послушно пошли за ней. Как только мы вошли в ее комнату, она дала нам по книге. Завтра первый этап. Мы команда Барута-Самы, мы не должны подвести его. Давайте готовиться. Тяжело вздохнув, мы открыли книги и начали читать. Все же, Хайта права, Сенси сделал для нас очень многое, теперь мы должны сделать что-то для него. Например, сдать экзамен. Сегодня экзамен, я сильно волнуюсь. Я встал перед зеркалом и стал расчесывать свои русые волосы. Мой ожог в пол лица сильно выделялся. Печально, что его нельзя никак спрятать. Доброе утро! Крикнул мне Чара из другого конца комнаты. О, ты уже встал? Да, потому что кое-кто, не будем показывать пальцем, сильно шумел. Ты издеваешься. Шесть утра. Барута-Самы сказал, что придет в семь. Пролепетал я. И что такого? Мы могли бы успеть собраться за десять минут. Тем более, Барута-Самы обещал лишь прийти в семь, а не забирать нас на первый этап. Заткнулись. Если вы встали, это не означает, что остальные не спят. В этом номере есть кое-кто, кроме вас. Мы с Ичара замолчали. Разбудить Хайта в такую рань равно смерть. Теперь она скорее всего нас побьет, а потом пожалуется Барута-Самы. Вот мы попали. Мы выждали двадцать минут, но Хайта нас бить так и не пришла. Мы вышли из комнаты Тиха, на цыпочках. Я подошел к комнате Хайта. Оттуда слышалось мирное посапывание. Вух, пронесло. Через некоторое время пришел Барута-Самы, забрал нас, мы поели в кафе и пошли в здание Академии, где должен проходить первый этап. Как только мы дошли до входа, Барута-Самы дал нам несколько наставлений. Ладно, я вам сейчас скажу самое важное. Син-Си встряхнул головой, и его блондинистые волосы с красными кончиками на секунду взлетели вверх. Меня всегда безумно завораживало это зрелище. Барута-Самы достал резинку и собрал волосы в пучок. Он всегда так делал, когда они начинали его бесить. Ищите во всем подвох, первый этап без него не бывает. Будьте внимательны, замечайте каждую мелочь. Реагируйте на все быстро. Думаю, это все. Что я могу вам сказать? Удачи! Наш Син-Си просто исчез. Вот постоянно так делает, бесит уже. Мы, одновременно вздохнув, вошли в Академию. Пять вопросов я решил легко. Теперь я ждал шестого вопроса. Итак, шестой вопрос. Я стал внимательно слушать, что же скажет экзаменатор. Вам для выполнения миссии нужно пожертвовать одним из членов команды. Кем бы вы пожертвовали? Все члены команды должны написать одинаковый ответ. У вас три минуты. Я задумался. Посоветоваться с остальными нельзя. Они сидят в других концах аудитории. Кого написать? Вдруг на ум пришли слова Син-Си, сказанные после его взятия в плен. Те, кто нарушает правила отбросы. Но те, кто бросает друзей гораздо хуже отбросов. Эти слова мне сказал очень хороший человек и я считаю их истинной. Что бы ни случилось, не бросайте друг друга. Вдохновившись я написал никого, надеясь, что остальные написали то же самое. С тяжелым сердцем я сдал листок. Сейчас назовут имена тех команд, что сдали. Я замер. Мне было очень страшно. Вдруг я подвел команду? Вдруг я написал что-то не так? Все присутствующие смотрели на нас подозрительными взглядами. Но я, решив не обращать на них внимания, поспешил к друзьям и мы вышли из аудитории. Я написал никого. А вы? Тоже. Хором ответили мы Хаэта. Скажите, а вы тоже вспомнили слово Син-Си? Спросил Ичера. Я и Хаэта одновременно кивнули, а потом рассмеялись. Первый этап позади, можно расслабиться. Вдруг из ниоткуда, неожиданно в общем, как всегда появился Борута Сама. Привет, вы молодцы, я горжусь вами. Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, у вас еще два этапа впереди. Син-Си опять исчез, мы не успели ему сказать ни слова. Дурацкая привычка, бесит. Конец Анва. В тот же день утром, на Руто я проснулся рано, без пятнадцати семь. Но когда спустился и вниз, я увидел, что Борута уже встал и был одет и стоял перед зеркалом и расчесывал свои длиннющие волосы. Ты чего так рано встал? Я зевнул. Экзамен начинается в девять. Мне нужно прийти, разбудить команду, сводить их поесть и просто проводить до академии. Короче, дел много. Я подошел и легко потрепал его по волосам. Борута отмахнулся. Хватит трогать мои волосы. Хорошо, хорошо. Пошли поедим? Не, я с командой поим, мы в кафе пойдем. Я опять зевнул. Борута в последний раз провел расческой по волосам, обернулся, улыбнулся и исчез. Конец Наруто. Вечер этого дня, команда водоворота номер двенадцать сидела в номере. Я телепортировался к ним. Было восемь вечера. Ичера сидел на окне и смотрел на начинающийся дождь. Хайта сидела на диване и читала книгу, а он вылежал на ковре и перебирал свои кунаи. Привет, Борута самосенсей. Поздоровался со мной Ичера. Добрый вечер. Отозвались остальные. Добрый, вы не видели Карин? Вы бы лучше у нас про экзамен спросили. С гневом заметила Хайта, тряхнув своими блондинистыми волосами. Я то про экзамен знаю, я ваш Сенсей вообще-то. И еще лидер водоворота, вам положено знать, Борута сама. С умным видом заметила Анва. Если не можете откинуть суффикс, то зовите меня Сенсей. Пожалуйста. Постараюсь, Борута сама. Ой, то есть Сенсей. Постарайся. Так, задаю вопрос еще раз, где Карин? Она перед нами не отчитывалась. Фыркнула Ичера и вновь повернулся к окну. Остальные пожали плечами. Где же она? Чего меня искал? Сказала вошедшая в комнату Карин. Наконец-то ты здесь. Ты смотрела документы на второй этап? Какие документы? С явным испугом спросила Карин. Карин. Я же тебя предупреждал про документы. Ааа, вспомнила, ты про согласие на участие от лидера деревни? Да, именно про него. Вух, выдохнула Карин, я тоже испугалась, что что-то не сделала. Ну ладно. Команда. Уже десять минут девятого, все ложатся спать. Борута Сенсей, мы не маленькие. Хором протянули Хайта и Анва. А Ичера просто фыркнул. Привычка у него такая. Маленькие, маленькие. Быстро в кровать, у вас завтра экзамен. Ты прямо как моя мама. В сердцах крикнула Хайта. Анва и Ичера посмотрели на нее с грустью. Ведь у них обоих не было ни отца, ни матери. Они были даже немного рады такой заботе. Недаром говорят, что учителя вторые родители, я действительно считаю себя ответственным за своих учеников. Ответственным не только за их образование, но и за их жизнь. Наверное, что-то подобное чувствуют родители. Я сел на диван и взял в руки книжку, показывая, что я не уйду, пока они не лягут спать. Карин ушла, а остальные, ворча, разошлись по комнатам. «Ребят, я завтра приду так же семь!» Крикнул я своим ученикам. Через двадцать минут из комнаты Хайта послышался храп, а из комнаты Анва и Ичера мирное сопение. Тогда я телепортировался домой. Хайта опять утро. Мальчики шумели и не дали мне подольше поспать. Я посмотрела на часы. В пол седьмого, черт подери! Они вообще охренели! Ичера! Анва! Еще один шорох и я вас нафиг подорву! Вроде успокоились. Я начала дремать. И вдруг... Борута Сенсей! Вроде голос Анва! Если он так орет, значит либо что-то случилось, либо страшный сон. Я, с некоторым стеснением, зашла к мальчикам. Анва сидел на кровати и тяжело дышал. Ичера давал ему в дрожащие руки стакан воды. Что случилось? Опять сон, вздохнув, сказал Ичера, жаль мне его. Анва просто дрожал и тяжело дышал. Ему часто снятся кошмары. Не знаю, как мы будем ходить на долгие миссии по выслеживанию. Когда Борута Сенсей впервые узнал про кошмары, он сразу отвел Анва к психологу. Беседы и успокаивающие помогли ему, но лечение еще не закончено и поэтому иногда ему все равно снятся кошмары. Я окинула Анва взглядом. Лицо было изуродовано ожогом, но любит не за внешность, а за внутренние качества. Анва был очень добрым и отзывчивым, но всегда понимал, если им пользуются. Он был самым преданным другом. Я хотела стать для него больше, чем другом. Я потрепала его по голове. Анва немного успокоился и выпил воду, которую заботливо протянул ему Ичера. Я села рядом, Ичера тоже. Неожиданно меня осморила и я уснула. «Какая милая сцена!» Разбудил меня голос Борута Сенсей. Я приподнялась и поняла, что мы с Ичера уснули на кровати Анва. Мальчики еще пытались проснуться. «Одывайтесь и идем кушать!» «Надеюсь, ночью все спали?» «Борута Сенсей, почему так рано?» «Сегодня нужно быть лишь к пол-одиннадцатому!» Буквально простонала Ю. «Потому что, я еще планировал небольшую тренировку, так что оденьте тренировочную одежду!» Я протерла глаза и увидела, что наш учитель уже в кимоно для тренировок. Я встала и пошла в свою комнату. Мы сидели в кафе и ели рамен. «Ну а что, здесь, в Канохе, он самый вкусный!» «Ешьте быстрее!» Строго сказал Борута Сенсей. Он сидел и смотрел в окно. Не любит он есть по утрам. Мы наконец-то поели и пошли на полигон. Для разминки, как всегда, бег три круга. Пока мы бегали, Борута Сенсей сидел под деревом и внимательно изучал какой-то документ. Сначала я была удивлена, что наш Сенсей именно Борута Сама. Во-первых, он старше нас лишь на три года, а во-вторых, он лидер деревни. Поначалу было очень странно с ним заниматься, ну а потом мы привыкли друг к другу, сдружились и теперь без нашего Сенсей мы не можем. Борута Сенсей решал наши даже самые маленькие проблемы. Но как решал, помогал решить. Он всегда находил на нас время. Мы никогда не чувствовали себя одинокими. Вот мы пробежали три круга и сели перед учителем, ожидая начала тренировки. Борута Сенсей запечатал документ в печать на маленьком листке и спрятал его в свою сумку. Одно из самых важных качеств во время второго этапа – скорость. У вас будет пять дней, чтобы найти второй свиток. На этом экзамене решили сделать свитки вода и огонь. Вы не знаете, какой вам попадется. Когда будут выдавать свитки, постарайтесь увидеть те, которые у других. Оценивайте силу противника и не нападайте, если считаете его слишком сильным для вас. Пользуйтесь ловушками. Сейчас мы проведем такую тренировку. Я возьму бутылку с водой и вы должны ее забрать, не разбив. Борута Сенсей вытащил из своей сумки эту самую бутылку. Начали. Мы стали осыпать Сенсей ударами. Замых, удар, подножка, комбо ударов. Ничего не могло задеть учителя. Тогда я решила пойти на хитрость. Я знаком показала и вчера отойти. Мы спрятались за деревьями, пока он отвлекал Борута Сенсей. Мы перевоплотились друг в друга и выскочили сзади Сенсей. Анва использовал ледяные техники, чтобы загнать учителя в некий барьер из-за льда. Я прыгнула сверху, а Айчара, который был мной, пытался загнать учителя в гендюцу. Я запустила руку в сумку с глиной и слепила маленький шарик. Я кинула его на учителя. Взрыв. Звук разбития стекла. Я тут же осознала свою ошибку. Борута Сенсей выпрыгнул из ледяного барьера, а Анва сел под деревом. Его тренировочная одежда была немного порвана. Мы сели рядом. Надеюсь, вы поняли свою ошибку. Хаэта, ты придумал хороший план, но сама же отклонилась от него. Вы должны помнить, что у противника вещь, которая вам нужна. Ладно, идем переодеваемся и вам пара на экзамен. Чтобы не терять времени, Борута Сома телепортировал нас в номер, где мы быстро переоделись. Удачи вам. Думаю, до лес смерти дойдете сами. Не забудьте то, что я вам говорил. Мы кивнули, учитель исчез. Ну что за привычка. Мы все вместе дошли до леса смерти. Нам быстро раздали свитки и мы вошли в лес. Ичара и Анва вопросительно посмотрели на меня. Ну а что я стратег, всеми командую. Значит так. Мы идем к другим воротам, ищем кого-нибудь. Ичара загоняет в Гендюцу, Анва отбирает свиток, а я слежу сверху за всеми. Понятно. М. Хаэта, у нас пять дней, мы в принципе успеем. Может быть лучше разбить лагерь? Поинтересовался Анва. Я тоже так думаю. Двое против одного. Разбиваем лагерь. А смысл? Вы уже устали? Мальчики нахмурились, но пошли со мной. Так всегда они со мной постоянно спорят, а делают по-моему. Второй этап прошел довольно быстро. Мы по-быстрому отобрали свиток у какой-то команды Канохи, а потом добрались до башни. Я как всегда щитерила и полетела на птицы. Я же девочка, девочкам все удобства. Таким образом мы уже сидели в башне и кушали аннигири. Мы можем собой гордиться. Всего три часа, мы первые. Немного хвастливо выдал Анва, мы молодцы. Когда уже Сенси придет? А вы не заметили, что эти двое из команды, которую мы победили, из бывшей команды Борута Сенси? Это же вроде очиха, моя наверное многоюродная сестра. А эту бледную кожу сложно не заметить. Только я еще в догадках, кто это фиолетовый волосый девушка. Борута Сенси ее вроде не упоминал. Черт! Меня еще хватили за внимательность. Как я могла не заметить? Интересно, как отреагирует учитель, если узнает, что мы украли святок у его бывшей команды и сломали белокожимую руку. Как бы примирительно сказала Анва и засунула в рот еще кусочек аннигири. Я их не ела, потому что просто ненавижу их. Мне повезло, что мальчики просто обожали аннигири. Ну как, сложно было? Спросил у нас неоткуда появившийся Борута Сенси. Мы все вздрогнули. Вот привычка. Не очень. А мы вроде вашу бывшую команду угробили. Не стал тянуть ищера, что вы об этом думаете? Совсем угробили или так, чуть-чуть? Руку беловолосому сломали, учихи волос повыдирали. А какой-то фиолетовый волосый синяка четыре точно посадили. Возможно палец сломали. Ответила я учителю, так как у мальчики уплетали за обе щеки. Нефиво вы мощные. Кажется, вы про сумерие говорите. Они что, вообще не тренировались? Ладно пошли. Не успели мы что сказать или даже подумать. Борута Сенси взял нас за руки и мы телепортировались в номер, а он почему-то был не с нами. Рядом только упала записка. Третий этап через две недели. Тренировка завтра в двенадцать, приду к вам в номер. Похоже ему лень даже с нами поговорить. Или торопиться сильно. Мы поболтали, помаялись от скуки, посмотрели телевизор и легли спать пораньше, аж восемь. Спасибо учителю, дает возможность выспаться. Мальчики начали снова шуршать и шуметь. А ну быстро спать. А то нафиг подорвал. Вроде утихли. В который раз за наше сотрудничество я говорю эти слова. Конец хайта. Я шел домой пешком. Мне хотелось пройтись одному. А то буду постоянно телепортироваться и в конце концов зажирю. Интересно, такое возможно? Я решил наполнить свое времяпровождение расчесыванием волос на скале Хакаги. Дойдя до головы первого Хакаги, я сел на нее и достал из сумки расческу. Я аккуратно проводил ее по прядюм. Меня это, как всегда, успокаивало. Казалось, будто я что-то делаю не так. И сейчас я мог об этом подумать. На самом деле я, наверное, все же соскучился по семье больше, чем кажется. Думаю, стоит ее прямо сейчас навестить. Приняв это решение, я быстрым шагом пошел в сторону дома, наслаждаясь пейзажами Канохи. Дом. Это место, где царит уют и покой. Неужели что-то может нарушить его? Мы с Химой, как в детстве, лежали на ковре и рисовали мелками. Первая Хакага-хаширама, вторая Табирама, это не Рамы, а Хакаги. Себе под нос напевала Химовари. Я не удержался от смеха. Надо же было такое придумать. А мама ласково заметила, Хима, не Хакага или Хакаги, а Хакаги. Но Хима не обратила внимания. Третья Хакага-хирузина-безьянка, четвертая Хакага-мината, мол, не кусок. Мне было интересно, что она придумает про остальных. Я уже спокойно смеялся, рисуя гору Хакаги, специально к странной песне. Пятая Хакага-внацунада, шестая та, что Бору-то чуть не убила на экзамене. Не было такого. Уже смялись мы все. Даже отец, который чудеснейшим образом оказался дома. Что было про отца, я так и не узнал. И вчера, мы рисовали. Тупое занятие. Но почему-то с первого дня существования нашей команды оно наше любимое. Я рисовал реку Кадзаку, Анва рисовал огонь, а Ха это огромный взрыв. Анва рисовала рука его дрожала. Огонь его фобия. Главное, боится даже костра, а в бою, не боится даже моих огненных техник. Говорит, что этот огонь из чакры, это не страшно. Странно, но лишь бы в бою не трусил. Огонь он рисовал постоянно. Из раза в раз, одинаковое пламя. В эту секунду, Бору-то сына меня спас. Я запомнил это мгновение надолго, так он мне говорил всегда. Это конечно хорошо, но сейчас это уже сумасшествие. Анва почти поклоняется Бору-то с Эми Сенсио. И бесит своей фобией огня и потерять учителя. С Ха это все проще. Она просто любит взрывы. Но при этом никого с этим не достает. Давно заметил, что Анва и Ха это питают друг к другу симпатию. Правда молчаливую. Даже я, обладая Шаринганом, ее не сразу увидел. Хотя при чем тут Шаринган? Он же не дает мне абсолютную власть. Чуть позже пришел Бору-то Сенсио, мы тренировались. Сначала ничего необычного, бег, отжимания, приседания. Потом спарринг. Я против Ха это, Анва против Бору-то Сенсио. Это было необычно, в таком порядке мы сражались впервые. Ха это быстро подсунула мне бомбы и подорвала меня. Спасибо, что не до смерти. Одежда, правда, была безнадежно испорчена. Потом спарринг между Бору-то Сенсио и Анва. Это было интересно. Анва панически ударить сваил почти что божество. А Бору-то Сенсио просто избивал его, не жалея. Но в какой-то момент Анва собрался. Оружие из льда, похоже то ли на скипетр, то ли на копье, стало длиннее, лезвие на конце стало шире, и, должно быть, острие. Глаза друга стали сосредоточеннее. Он создал ледяную стену и напал сверху. Бору-то Сэма пропустил удар. Этого не может быть. Но тем не менее, Анва попал по плечу. Хлынула кровь. Неужели, Бору-то Сенсио мог так легко подставиться? У нас с Хаэто был шок. Похоже, у Анва тоже. Но он не растерялся. Несмотря на то, что учитель был его кумиром, он напал еще раз. У меня замерло дыхание. Стоп. Громкий звучный голос Сенсио заставил нас всех замереть. Анва тут же убрал все свои творения из льда. Молодец. Я думал у тебя духу не хватит меня ранить, но похоже я тебя недооценил. С улыбкой сказал Бору-то Сенсио. Ладно, тащитесь в отель, к обеду к вам приду. И исчез. То есть Сенсио специально подставился под удар, что меня проверят? Дрожащим голосом спросил Анва. Похоже именно так. Потащились в отель. А тут твоя одежда, Ичара, требует серьезной починки. Как я понимаю, мне как виновнице этого, придется сутки сидеть за шитьем. Это уж точно. Весело ответил я. Все же, мы лучшая команда в мире. Конец Ичара. Незаметно подобрался и экзамен. Я сидел на крыше трибуны. Сейчас будут распределяться бои. Первый бой Анва против Шинки. Что? Шинки так и не стал Чуниным. Жесть. Да, Тибаса. Все я не слышал. Короче, только то, что Анва против Шинки, потом Ичара и Сарада, Хайта и Джунки Цуни из Скрытого Тумана. Потом, если выиграют, а в этом я не сомневался, то Анва и Ичара, потом победивший с Хайта. Я уверен, что кто-то из моих выиграет экзамен. Я почему-то думаю, что это будет Хайта. Бору-то Сенсей. Помянешь черта и он появится. Хотя Хайта слишком красивая и милая для чертика. Эээ, я задумался. Распределение на пары уже прошло? Да. Сейчас бы Анва, можно я с вами посмотрю? Конечно. На арену вышли наши товарищи Шиноби, а точнее Анва и Шинки. Хм, деревня водоворота. Слышал я о ней. Только вот способности и минимум, ты же не клановый. Я, Шинкину собаку, имею улучшенный геном и я победю. Нет, побежу. Короче, одолей тебя. Когда он успел таким стать, Шинки отправил волны песка на Анва. Тот стоял, закусив губу, ожидая момента. Моя школа, почему же ты так хвалишься? Неужели улучшенный геном это показатель силы? Ухмыльнулся Оранжево глазой. Пока песок не достиг Анва, он создал ледяную стену, которая остановила песок, а потом создал в своей руке скипетр копьесветовый меч и боевую палку из-за льда. Или что-то в этом роде. Иногда завидуя фантазии Анва, придумает себе идеальное оружие, а потом мастер кендюцу, раз и из его. Короче, палки вылетели разряда ледяного воздуха, которые хотели проткнуть Шинки, но остались в его железе. Ну что, съел? Расхохотался Шинки, но Анва не промах. Два и все железо покрывается толстым слоем леды и даже магнетизм не может его отодрать от ледяной земли. Три. От Анва идет лед по всей арене. «Тварь!» – прошептал Шинки. Из-за арены полетели к Шинки Тон и Песка. «Теперь я готов убить тебя!» «Анва из водоворота, я убью тебя!» «Кажется, кое-кто сошел с ума!» Борута Синси подала голос Хаэта, с этим дебилем. «Тон есть Шиноби из песка, все в порядке!» «Не знаю, поди в психушке миссии была у них научился, раньше нормально был!» Мы замолчали. Анва просто взмахнул своей волшебной палочкой в воздух вокруг Шинки и начал резко охлаждаться, пока песок, сильно замедленный льдом добирался до Удзунки. Шинки получил обморожение третьей степени, а ноги покрыл лед. «Ну что ты будешь делать теперь?» Лед уже добрался до пояса, даруя Шинки обморожение четвертой степени. «Е-е-е!» «Сдаюсь!» «Бой окончен, победитель Анва от Зумуки!» Крикнул появившийся из ниоткуда ли. В ту же секунду весь лед исчез, единственным следом его недавнего присутствия были следы обморожения на теле Шинки. Прошел какой-то левый бой, теперь Сарада и Эчера. «Ну что, недоумок, ты учхо?» «Ты не имеешь права носить эту фамилию. Сейчас я докажу тебе это!» А в ответ Эчера лишь активировал шарингом. Все были в шоке. Но потом посмотрели на Хакаги. «Ну раз он не волнуется, значит все в порядке!» «Борут и Сенси, у вас что, все неадекватные?» «Ну раньше они казались мне более нормальными, а сейчас я вынужден согласиться с тобой!» «Начали!» Крикнул Ли. «Кажется, сейчас будет мясо!» «Комментарий к часть 23!» «Но ребят, извините меня, виновата!» «Так долго не было глав!» «Но сейчас я ставлю такое правило. Каждую неделю я буду в понедельник писать по главе 34 страницы или, по состоянию души, возможно больше!» «Очередность такая у Цзукаги брошенной Борута попаданец в Наруто в этой очередности я и буду писать!» «Так что ждите главы точно по понедельникам, а если я буду куда-то уезжать, то буду или выкладывать заранее, или просто предупрежу, потому что иногда нет возможностей!» «Так и стояли они!» «Сарада и Ичара!» «Одно томы у Сарады и три у Ичара!» «Дебил!» «Почти что прорычала Сарада, я тебя по стенке размажу!» «Огненный шар!» «Огненный шар!» Две техники столкнулись! Хайта куда-то ушлёпала! «Где же она?» Вдруг я почувствовал на своём плече руку! «Что?» Я обернулся! Сзади стоял странный человек с яркими леновыми волосами и такими же глазами! «Чем я могу вам помочь?» А мужик странно улыбнулся и в его руке появился, шприц с ярко-розовой жидкостью. Мне кажется, это уже было. Удар, блок, у нас разгорелся бой, но мы были на крыше и никто нас не видел. Я боялся использовать сильные техники, ведь если эта крыша проломится, могут пострадать другие люди. Я пытался использовать фуиндицу, но мужик исчез. Вся крыша рядом со мной покрылась моими печатями. Я должен его поймать. Бац, 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 бац! Это правда было удивительно. Я, лидер водоворота, не могу одолеть какого-то бандита. Убейся! Бац, бац, бац! Меня душат. Удар, подножка, захват, блок. На крыше сражаться не очень удобно. Я отпрыгнул, сальто, прыжок я на дереве. Здесь можно спокойно сражаться. Адамантовые цепи. Враг связан по рукам и ногам. Но его ухмылочка меня напрягает. Из-под земли вылез человек номер два. Он был похож на смерть. Ну серьезно. Косо, черная маска, черный плащ. Я отменил технику цепей. На меня ринулись двух сторон. Прыжок в воздух, печать созданная в полете, являлась поддержкой меня в воздухе. Я стоял, следя за этими странными типами. Но я не ожидал появления портала прямо надо мной. Я провалился сквозь печать, сделав ее запечатывающей. Все же, тяжело, наверное, жить с розовыми волосами. Тем временем их портала вывалилась еще одна смерть. Пора делать ноги. Смерть номер два запечаталась в печати, а потом сама распечатывалась. Интересненько, тем временем розовый чувак запустил в меня иглы, то бишь симбоны. Я увернулся и убежал. Но не просто так. Я прицепил ко всем трем людям леску и уже тянул их за собой. Лезвие ветра. Стараясь не попасть по своей же леске, которая их связывала. Несколько секунд. Я не ожидал, что вокруг меня появятся три портала с трех сторон странный лют проткнет железными копьями. Я вырвался из их плена. Копья выдрали из моего тела и несколько кусков мяса. Но я уже не чувствовал боли. Я почувствовал, что теряю сознание. Когда не успели, я увидел на своем теле дырки от копий. Рядом были ярко-розовые пятна. Вот оно что. А я теряю сознание. Господи! Почему я снова связанный в какой-то пещере? Что со мною не так? Теперь вокруг меня еще и барьер. Я быстро выпутался из веревок, прикоснулся к светло-голубой стене, которая преграждала мой путь. Больно. Видимо, пропитали чейкрой молния. Какое-то чувство, что это уже было. Мои глаза привыкли к темноте, которая окружала меня. Слабо светящиеся грани пятиугольного барьера не давали разглядеть пещеру полностью. Но крови под моими ногами хватило, чтобы вызвать отвращение от этого места. Они еще увидят, на что способен Удзукаги. В моей руке появился рассинган, к которому начали прибавляться стихии молнии и ветра. Раньше я был неопытен, и такую технику принял Зачидари. Ну что я за идиот? Моя техника, которая сейчас получила название конфюзин, от английского конфьюзинг запутанный, не смогла сломать барьер полностью, но брешил не хватало, чтобы без проблем выйти. И да, я знаю, название не самое удачное, но эта техника лично моя. Моя техника, мои правила. И не надо жаловаться на мой английский. Я щелкнул пальцами, чтобы в моей руке появилась молния. Она освещала мне путь и немного успокаивала. Мне было страшно. Но в этот раз я не проиграю каким-то там ублюдкам. Ха это, мною были куплены данного. Я с удовольствием съела пару таких шашлычков. Но неожиданно мне подумалось, что третья порция этого лакомства может самую малость навредить фигуре. Поэтому я приняла решение отдать их Сенсио. Но на крыше его не было. Я его не увидела на трибунах. Где же Сенсио? Ха это. Послышался голос и ко мне в тот час подбежал довольно Ичера. Ты видела? Разделал эту девчонку под чистую. Извини, но нет. Предательница. Незло ответил он ей. Ничто не могло испортить его настроение после победы. Извини, просто я немного потеряла Сенсио. Громкие толпы ты. Анва. Хором воскликнули мы, увидев бегущего с вкусняшками в руках са-командника. Нем. Вы пробовали? Мне очень нравится. Да, Анва. Тьфу ты, Анва. У тебя впереди еще один бой, не стоит нажираться. Умно высказался Ичера и взял из его рук пару пачек чипсов. Я не нажираюсь, а восстанавливаю силы, ответил он с улыбкой. О чем болтаете? Я боруто Сенси потеряла. Ой, да гуляет где-нибудь. Хором ответили мальчишки и пошли на свои места на трибунах. А точнее на балкончике участников. Мне это не очень нравится. Конец хайта. Сугитсу, на самом деле в Удзуши все спокойно. Кику цеплялась за волосы, а Чику висела, схватившись за мою ногу. «Госпожа Сетсука!» Крикнул я няню своих детей. «Иду, уже иду!» Сетсука довольно старая женщина. Для нее дети, которые носят фамилию Удзумаки Хазуки очень необычное явление. Она умная и отлично ладит с детьми. Именно ей было поручено воспитание наследников престола. Точнее титул Удзукаги. А еще точнее, двойняшки должны разделить должность главы деревни Водоворота. Сетсука вошла в холл, «Где ее ждал я?» «Ребятки!» Окликнула их бабулька и дети тот час оторвались от меня и побежали к ней. «Ну ладно, я пошел!» «Пока, папа!» Пропищали моей дочери и я не смог не улыбнуться. «Пока!» Крикнул я им и вышел из дома Сетсука. «А теперь мой путь лежит в Академию!» «Надо же перед тем, как взять команду хоть раз побывать там!» «Академия!» «Я никогда не любил это место в детстве!» «Лично в моей Академии творился хаос!» «Но сейчас вроде мирное время!» «Перед уходом Борутасом мне приказал провести уроки Академии!» «А еще точнее вести урок от фасновы техник воды до конца семестра!» «Это довольно сложно, как говорила мне Карен!» «Надеюсь, все будет хорошо!» «Я зашел во двор Академии!» «Пара милых маленьких детишек играла в маячек!» «А в другом конце, дети уже постарше, кажется, старались изучить какую-то водную технику!» «Я хотел было помочь, но я и так опаздывал на собеседование!» «Госпожа Син-Син была очень строгой женщиной!» «Я шел по дорожке, ведущую прямо вовнутрь школы!» «Только я перешагнул порог, как случилось это!» «Конец Сугитсу!» «По острову Удзушла Гакури ползли отвратительные зеленые щупальца!» «Они появились из воды и скользили по улочкам деревни, убивая и разрушая все на своем пути!» «Скоро Удзушла наполнили лужи крови!» «Этот монстр всегда был здесь!» «Гражданские обижали на утек, а Шинобе, коих здесь было но очень мало, поскольку большинство ушли на экзамен Чиунина, пытались сделать хоть что-то, но безуспешно!» «Когда Сугитсу заметил чудище, оно уже убило несколько школьников!» «Он схватил Катану, находящуюся в ножнах, и бросился в бой против ярко-зеленых щупалец!» «Но их было очень много!» «Нцзя перерубил несколько, но когда он атаковал щупальца побольше, Катана сломалась об него!» «Тем временем Сугитсу схватили и он бы лишился ноги, если бы не успел превратить ее в воду!» «Он обратил все свое тело в воду и пытался залиться за спину противника!» «Но щупальца имели отравляющие действия на эту воду!» «Поэтому Сугитсу пришлось обрести человеческую форму!» «Он не заметил, как самые тонкие щупальца, больше похожие на нити, слились в единое и начали наносить удар в область шеи!» «Хазуки пытался превратиться в воду, но щупальца тут же отравляли ее и он не мог сделать этого!» «Один удар!» «Смерть!» «Умирали!» «Один за другим!» «Дети!» «Мужчины!» «Женщины!» «Старики!» «Этот ад мог остановить лишь тот, в ком течет истинная кровь!» «Истинная кровь Удзумуки!» «Дом Сетсука находился на самой окраине Удзу Шлагакури!» «Поэтому старушка, ничего не подозревая, играла с Кику и Чику!» «Такая простая игра как угадай, что я нарисовал приносила компании истинное удовольствие!» «Вдруг на груди Сетсука появилось бордовое пятно, а она сама обмякла!» «Крик!» «Две маленькие девочки не понимали, что происходит!» «По дому распространялись сотни зеленых маленьких и не очень нитей!» Кику, которая всегда была смелее сестры, схватила за загадочное чудище за щупальцы. А Чику, которая уже в таком раннем возрасте умела использовать сенсорику, с ужасом осознавала, что вокруг почти не было живых. А те, кто были живы, умирали. Щупальцы не спешили убивать мелких девчонок. Они начали закупоривать сестер в подобии кокона. После некого количества времени уже внутри своих коконов Кику и Чику потеряли сознание. «Вы наследники этой крови, но ее недостаточно, чтобы освободить отзуши от моего гнета снова. Мне придется взять жертву. Кто он ей станет?» Я был готов бою. Я шел по пещере дальше, пытаясь использовать сенсорские способности. Но от них слишком сильно болела голова, поэтому я решил обойтись без этого. Я так и не понял, кто ударил меня в спину. Один удар. Я потерял сознание. Снова. Спустя некое количество времени боруто искали все. Когда закончился экзамен, никто не явился поздравить команду 12. Хотя Хаэта вышла победительницей всего третьего этапа. Ичара, на удивление, проиграла Анва. Все же, после той тренировки, Анва больше не боялся ранить друзей. Ведь он знал, что это лишь испытание. Благодаря тренировкам в новой обстановке самый боязливый член 12-й команды перестал видеть кошмары и стал более адекватным. Собачья преданность команде учителя исчезла, на ее место пришла расчетливость и преданность лишь себе. Конечно, он не стал холоден или перестал общаться с сокомандниками, просто... просто пришел адекват. В финальном бою, что Хаэта, что Анва выложились на полную. Все были в шоке от продемонстрированных умений. Но когда после окончания экзамена все ушли праздновать, многие начали замечать отсутствие лидера водоворота. Ведь именно он должен был выбрать тех, кто стал Чуниным. Но потом мало кто задумывался, где он. Двенадцатые подумали, что их сенсей с Карен. Карен думала, что он с двенадцатыми. А так как думают за шлагокурцы ехали на разных поездах, никто так и не спохватился. Потом, когда поезд остановился в столице страны водоворота и все шли в деревню, тогда все начали его искать. Но после трех часов поисков, которые не увенчались успехом, все предпочли продолжить путь в Адзуше. Очнулся Барута на ветке дерева. Раны, как и крови, не было. Зато было огромное количество щупалец. Барута встал. Чакра была полностью восстановлена. Только вот волосы спутались. Он провел рукой волосам, как бы приглаживая их. Затем, с помощью сенсорики, от которой, кстати, уже не болела голова, нашел у дзушлагокурцев, которые возвращались в деревню и телепортировался к ним. Сенсей вскоричала команду двенадцать, где вы были. Неважно. Барута решил не говорить про зеленые щупальца, потому чуял он неладное. Полчаса они на месте. Только вот никто не смог выговорить и слова. По всей деревне лужи крови. Множество трупов. Все тот час бросились в деревню. Только вот Барута и рядом стоящий Карин не двинулись с места. Похоже, плохой из меня лидер, прошептал блондин. Не твоя вина. Сказала Карин, а в руке ее собеседника блеснул Куной, ты чего твори? Храск. Куной попал точно в сердце. И Барута упал замертво. Черт! Карин неожиданно поняла, что он слаб. Позволил себя похитить тогда, а сейчас не выдержал давления. Поэтому слаб. Он просто предложил возродить водоворот и все. Остальное сделали за него. Возможно, если бы бывшая команда так и ничего бы не делала, то Барута стал бы сильнее. Он смог бы сделать тогда это все сам. Она тоже слаба, Карин побоялась ответственности, поэтому свалила ее на ребенка. И вот к чему это привело. Хотелось заплакать, но слезы не вернуть былое вспять, не вернуть у Дзуши. Карин в слезах подбежала Хайта. Все мертвы, кроме Чику. Все. После ее взгляд переместился с Карин на учителя. Крик. Хайта неожиданно осознала, кого любила на самом деле. Эпилог «Где я?» задала вопрос в пустоту белолосой Кику. Она находилась вместе, напоминающим рай. Ей не было ни больно, ни страшно. мертвы затупились. Вокруг были золотые стены. Казалось, вот-вот можно было до них дотронуться, но сколько бы Кику ни шла, стенам не было конца. На том свете, конечно же. Девочка обернулась. Перед ней стоял высокий мужчина с довольно симпатичным лицом. «А что случилось?» «Вы бог». Мужчина лишь рассмеялся. «Можно я так сказать?» «Я Шенигами, бог смерти». «Что случилось?» Вот долгая история. «Садись, расскажу». Тогда клан Удзумаки был сильнейшим и стремился к силе дальше. Единственный клан, который договаривался с Шенигами. В этом был их секрет долголетия. Но им было мало этой силы. Они создали чудище, которое служило им. Его тело находилось под водой. Но силы его зеленых щупалец хватало, чтобы завоевывать новые земли, сметая с них все, что могло помешать Удзумаки. Но есть другая сторона медали. Чудище, которое они назвали Шхэнкуа, требовало жертвы. Один человек не младше 18, но и не старше 25 лет. Один раз в 10 лет клан предоставлял эту жертву. Но однажды выбрали девушку 20 лет. Чудище хотело ее съесть, так же, как и остальных, но она была слишком умна. Девушка имя ее Каньки, заговорила зверя и стала его повелительницей. Чудище подчинялось ей не потому, что она давала ему жертвы, а потому, что уважал ее. А Каньки захотела мести. Мести Удзуше, которая отправила ее на съедение. Шхэнкуа по приказу Каньки вылез из-под вода и девушка разрешила съесть всех. Так пал Удзуше. После Каньки много раз перерождалась, поскольку она была человеком, а люди не вечны. Но связь с Шхэнкуа сделала ее полубогиней. Каждое перерождение было особенным, но последнее было иным. Она не помнила ничего. Чудище разозлилось, что его полубогиня не посещает его. Как только ты придешь, будет уничтожено все, что тебе дорого сказала оно, и лишь те, кто тебе по крови, смогут остановить это именово реинкарнации Карен Удзумуки. То есть моя смерть спасла Удзуши. Но почему я Аничику? Ты была готова умереть, а она нет. Вот и вся разница. Ты истинная Удзумки, поэтому пойдем со мной. Я Шенигами, прародитель клана Удзумки, принимаю тебя на тот свет. Прошлые перерождения твоей матери натворили многое. Но твоя смерть очистил грех с ее души. Теперь дожидайся ее на том свете с чистой душой. Конец.